Меня зовут Селена Волконская, я куратор лаборатории новых медиа новой сцены. Это один из организаторов проекта «Сравинская весна» в том числе. То есть мы с радостью принимаем. Принимаем его у наших организаторов компания «Прокодабра Групп», у «Эрпро» и концерна «Эрпро» и всех остальных партнеров, которые вы видите за нами. Но начнем мы не с концерта, а начнем мы с конференции «Манипулируй то». Конференция, которую организовал, собрал куратор и медиахудожник Виктор Кудряшов. Я хочу его представить и, соответственно, передать ему слово. В дальнейшем Виктор будет вашим путеводителем по миру робототехники. Селена, спасибо огромное, очень приятно. Спасибо всем, что собрались. Сегодня тут я очень рад был собирать эту всю конференцию, потому что вспоминаю последнюю венецианскую пиеннаду, которая была до ковида, и вспоминаю, каким мощным и сильным впечатлением была инсталляция как раз-таки с роботами. Там мурашки по коже даже сейчас у меня возникают, и я тогда осознал и понял, что роботы в искусстве – это тема, которая до сих пор покрыта некоторым мраком. Не каждый художник видит робота как продолжение своей какой-то мысли, не видит робота в своей палитре цветов и красок, которыми он может нанести что-то в этот мир. И когда меня позвали ребята сделать эту конференцию, я был несказанно рад. Очень рад, что принимает это все новая стена Александринского театра, и она готова к этим новым изменениям и готова к тому, чтобы показывать такие экспериментальные решения. Я очень рад за ребят с Абракодавр-групп, которые замахнулись на весну. Это очень серьезное произведение. И очень рад всем участникам, которые сегодня будут рассказывать про то, каким образом роботы внедряются в искусство, каким образом в будущем мы сможем их видеть, каким образом мы с ними, а может быть впоследствии уже они с нами будут взаимодействовать. Первым спикером у нас будет мой прекрасный друг, медиахудожник, футуролог, бесконечный создатель новых видов отображения современного медиаискусства, Гидар Якубов. Вам слово. Спасибо, Витя. Футурологом меня еще никто, кажется, не называл, но почему бы и нет. Я просто представлю краткий экскурс о появлении роботов в истории искусства, о том, как же роботы становились частью тех или иных творческих проектов, художественных высказываний. И начну прямо сейчас, не откладывая надолго. В общем, вот на этом прекрасном экране вы сможете видеть части моей презентации, посвященной теме. И начну с краткого видео. Наверное, я не буду использовать особый звук, просто буду говорить параллельно с ним. В общем, история применения роботов в искусстве началась, собственно, тогда же, когда и произошло разделение легендарной арс и техно, когда поднялся тот самый дискурс о том, есть ли смысл разделять творческие и технические практики. Древние греки в театрах использовали программируемые тележки, которые за счет наличия нескольких, можно их назвать, разноприводных осей, которые управлялись одним грузом, спускавшимся с штанги, размещенной наверху, но при этом имели разный диаметр и разную длину веревок, накрученные на эти оси, которые тянет этот груз. Таким образом мы выполняли на сцене сложные движения, выезжая с одним радиусом, поворачиваясь вокруг одного колеса, а потом поворачиваясь в другую сторону. Вот как раз на экране вы видите, как работало такое устройство. И это видео как раз посвящено реконструкции подобного девайса современными инженерами в качестве эксперимента. Поэтому использование тех или иных роботизированных в плане запрограммированных выполнять некоторое действие на сцене устройств началось достаточно давно. Тем интереснее, что сегодня мы с вами снова окажемся на сцене театра, где роботы сделают свое роботизированное дело очередной раз. Как мы знаем, Ренессанс начался не в западном мире, а в Месопотамии, когда арабские ученые, изучив и приумножив знания эллинистического мира, создали очень большой пласт научной области математики, инженерного дела и многих-многих-многих других наук, в том числе это было связано с разработкой роботов. Это были машины, управляемые паром, управляемые животными, сложными логическими элементами, узлами, позволявшими автоматизировать те или иные трудовые, в том числе творческие тоже процессы. Это были так называемые автоматоны. Слово роботы тогда не использовалось. И из художественных применений самым популярным были музыкальные автоматоны. То есть некоторое подобие такой автоматической сложной музыкальной шкатулки. Были также паровые флейтисты автоматические, автоматоны, которые могли рисовать рисунки по заданной программе и много-много других интересных устройств. Далее хочется немного вспомнить о горячо любимом всеми причастными к технологическому искусству Ордену Иезуитов. Потому что это тот самый монашеский орден, который для того, чтобы создавать пастве убедительные образы рая и ада и привлекать к себе новых прихожан, разработал огромное количество различных инженерных устройств. Это были в первую очередь какие-то оптические игрушки, волшебные фонари, сложные проекционные установки, которые поражали людей, предъявляя какие-то очень убедительные образы страшного и прекрасного. И вот Афанасиус Кирхер — это полимат, то есть человек, который разделял, так скажем, близкий мне ветруянский подход к культурному производству. То есть такую позицию, что творец, художник должен разбираться во всем и в движении небесных тел, и в строении тела человеческого, и в других законах природы. Потому что если ты берешь на себя роль высказываться о устройстве нашего мира, то ты должен как-то в нем разбираться в его разных частях. Так вот, Афанасиус Кирхер, как полимат легендарный, выпустил огромное количество трудов в различных абсолютно областях знаний. Уникальный человек, очень рекомендую, кто не знает, ознакомиться с его жизнью и творчеством. Он изготовил множество музыкальных, в том числе автоматонов, каких-то классных роботов, выполнявших те или иные весьма себе творческие функции. И все вот эти дискурсы достаточно интересно интегрированы в современное культурное потребление. Вот это, допустим, фотография из шикарного музея, он называется Museum of Jurassic Technology, музей юрских технологий в Сан-Франциско, где вот такие нарративы, как Орден Иезуитов Афанасиус Кирхер, Циолковский и другие интересные вещи на стыке науки, искусства и технологий представлены в виде очень оригинальной экспозиции. Всем рекомендую. Кроме того, то, что я говорил про исламский ренессанс, было блестящим образом представлено в легендарном центре медиа искусства ЗКМ в Карлсруе, основатель и куратор которого Питер Вайбель создал вот эту выставку «Автоматы Аллаха» от слова «автоматоны», потому что «автоматы» на английском нет слова «автоматоны», но звучит весьма провокативно, «автоматы Аллаха». Соответственно, это артефакты того самого исламского ренессанса, сыгравшие огромную роль в развитии научного знания по всему миру. Была очень выставка шикарнейшая. А переходя, собственно, уже к каким-то более привычным практикам для нас, хочется показать инсталляцию Эдуарда Игнатовича «Сенстер». Вот у нас здесь где-то бегает Максим Селенков, он там убежал. Вот представитель… А, вот, вот ты где, Максим. Представитель группы «Сенс», вот, и как раз-таки «Сенстер», так созвучный этой группе, занимался сенсорикой, то есть он изучал пространство вокруг себя самого. И я покажу просто видео, буду говорить под видео. Вот, кибернетическое искусство Эдуарда Игнатовича гласит видео. У него были радиодатчики, камеры, и на основе данных, поступающих с них, он управлялся моторами, эти данные обрабатывались на компьютере. Кстати, это был первый пример робота, движение которого в реальном времени управляются компьютером. То есть не следует предзаданной программе, а управляются в реальном времени в полной петле обратной связи с его сенсорным аппаратом. Вот такая вот жуткая машина. Это 1970 год. Думаю, что тогда это производило просто неизгладимое впечатление, как и Виктор сегодня говорил про мурашки на его большой поверхности кожи. Вы видите же, много кожи, большой человек. Ладно, я думаю, в принципе, примерно понятна логика сенсора, что он из себя представляет. Можно двинуться дальше. Дальше существует множество различных коллективов, которые ставили… Этот коллектив называется SSNS, и они своей задачей ставили вывести робототехнику и вообще некоторые другие области машиностроения из традиционно-милитаристского поля и придать им какой-то другой тон и показать их на выставках. Все это в основном были такие маргинализованные творческие практики в плане дискурса искусства. То есть это были какие-то мейкерские ярмарки, какие-то хакатоны, хаклабы, то есть штуки, не воспринимающиеся миром искусства, как что-то достойное внимания, так скажем. Но мы поговорим об этом еще чуть позже. Вот здесь, допустим, как раз такая инсталляция, где робот, вам нужно положить в точное место свою руку, и робот начнет достаточно быстро играть с вами в ножички, тыкая между пальцами. И поскольку вокруг вот такие какие-то мужики с приглашением на ярмарку мейкерс, вокруг там какие-то дети, все это не похоже, в общем, на галерею искусства, поэтому все это в каком-то находится немного в другом контексте. Но вернемся к этому чуть дальше. Дальше. Существует ряд различных выставок, которые занимались исследованием творческого применения роботов, начиная там с середины 90-х и далее. Вот, например, ArtBots. Ныне она сейчас уже не функционирует, но есть архив, можно познакомиться там с работами, и это всегда на самом деле полезно для художников, потому что для меня в истории моего образования больше всего, как мне субъективно кажется, польза для моей практики привнесли образовательные проекты, не связанные напрямую с современным искусством. Потому что вот это вращение в этом герметичном пузыре людей, которые знают как надо и знают как правильно, обычно не производит какой-то вот искры, которая рождает какой-то новую интересный паттерн мышления, приводит к творческой идее. В общем, всем рекомендуем изучать всякие штуки, кто интересуется роботами в творчестве, изучать роботов вообще, а не только роботов в творчестве. Robot Lab – это логотип коллектива Robot Lab. Это, пожалуй, первый, который я знаю, коллектив, который манифестировал, обозначил свою деятельность как робототехнику в искусстве. У них есть куча разнообразных. Вот видите, вот уже понятно, что это искусство сразу, да? Галерея, все такое аккуратненькое. Соответственно, вот этот проект, если мне не изменяет память, он называется Manifest. Не помню. В общем, они говорят о том, что манифест состоит из двух слов. Это вот Manus, рука и Fest, Festive, нечто радостное, такое спектакулярно демонстративное. И, соответственно, эта рука роботизированная, она пишет манифесты, она пишет генеративные манифесты. Они говорят о том, что поскольку у робота нет присущего ему собственного желания находить смыслы и смыслы транслировать, в отличие от одинаковых структурно манифестов политических, которые структурно несут одну и ту же задачу кого-то в чем-то убедить. Эта штука каждый раз создает уникальные артефакты, потому что ей ничего не нужно, она просто генерит что-то там, пишет это, а люди уже, прочитав, наделяют это собственным смыслом, ориентируясь на свое собственное восприятие. Вот такой вот проект. У них есть куча других разного рода проектов, они много работают с письмом роботом, есть у них проект, где робот 66 дней пишет библию, еще там что-то такое. Другой проект известного художника Стелларка, известного био-артиста, известного всем в полях Art and Science. Это такой, можно назвать, пластический перформанс, в котором робот-манипулятор вращает Стелларком, зафиксированном в специальном вот таком укреплении, и звуком становится шум моторов робота, его передвижения, и вот такой вот перформанс. Тоже достаточно впечатляющее визуальное зрелище. Надо сказать, что есть оригинальный пример из жизни, так скажем, роботов и каких-то творческих проектов и маркетинга. Есть такая компания Fanuc японская, и как-то раз в интернете появилось видео, как в американском офисе компании Fanuc проводится один в один вот такой эксперимент, где человека закрепляют в кресле, крутят его на роботе, и буквально через короткий срок, чуть ли не на следующий день, весь американский офис компании Fanuc распустили, потому что появление такого видео и такое отношение к роботам категорически противоречит пониманиям японской компании, его безопасности и робототехнике, и как бы полностью был перерасформирован целый офис американского представительства компании Fanuc от одного веселого видео. Поэтому помните, роботы, это не так-то безопасно, как кажется. Еще один проект того же художника Стелларка, в котором его голова и диалоговый агент, управляющий речью и выражениями лица этого изображения на экране, кроме того, получает данные с машинного зрения и коммуницирует, собственно, с посетителем, поворачиваясь к нему и как-то реагируя на то, что делает посетитель в пространстве. Вот такая вот инсталляция, посвященная роботизированному соприсутствию. Очень известный художник Квайола, занимающийся генеративным искусством, в коллаборации с… Я, честно говоря, сейчас не вспомню, какой компанией, да это и не важно, создал серию генеративных искусств, генеративных скульптур, вот такого рода посвященных… Как бы так сказать… Они вообще… Привет, Стас. Они вообще говорили про концепцию Микеланджело. Я сейчас не вспомню, как точно она называлась. В общем, про целостность каждого образа, рождающегося из куска мрамора и про его становление. В общем, как-то у них все там красиво это описано. Мне просто визуально нравится эта штука. Я не буду вдаваться в эти детали, которых тем более не помню. Вот та самая инсталляция, от которой у Вити мурашки по коже. Покажу вам видео. Я помолчу немножко. Может даже звук включу. Я сделал. Эпип- 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 Продолжение следует... 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 И эти движения моторов, которым приделаны эти барабанчики, управляются данным о сейсмической активности планеты Земля в разных точках. И получается, что ты как будто сидишь под таким деревом, которое не шелестит от ветра листвой, а шумит барабанами в зависимости от того, где наша планета испытывает какую-то сейсмическую активность. Мне кажется, это очень таким поэтичным жестом. Там ты как бы сидишь, и вот это дерево, планета, где-то происходит какая-то сейсмическая активность. Прекрасно. Но это как бы не идет дальше вот этого дискурса новых возможностей, не добавляет к нему какого-то, собственно, критического или суждения, или какого-то осмысления, что не делает ее убедительной в своем роде. Ну и закончу я, собственно, примером работы, которая отражает наиболее близкий и любопытный мне путь развития подобного рода проектов. Это проект художницы Майи Смреккер, называется Non-Bruit Force. И он посвящен такой достаточно популярной гипотезе о том, что, ну, основан, точнее, он берет свое вдохновение в этой гипотезе, что развитие совместное эволюционное человека и собаки невероятным образом сказалось в эволюционном плане на обоих из этих двух видов. И паттерны поведенческие, какие-то другие вещи очень сильно обусловлены тем, как эти два вида существовали вместе в своей истории. И Майя Смреккер задается вопросом, не будет ли интересным и полезным в обучении, в машинном обучении применять какие-то паттерны, какие-то приемы, связанные с обучением человека и обучением собак в процессе их совместной жизни. И она создает, сначала она создавала структуру, в которой человек и собака вместе преодолевают сложную архитектурную форму, в которой им нужно пролезть с нижнего яруса на верхний, в которой открываются и закрываются некоторые люки, и она репрезентует эти открывшиеся и закрывшиеся люки для создания датасета, как черные и белые пиксели, и учит на ней, собственно, нейронку, созданную для работы с изображениями. Я не буду сейчас вдаваться дальше в детали, там еще снимается биометрика из собаки и человека. Дальше проект будет использовать также роботизированную руку-манипулятор, которая, собственно, тоже позволит исполнять какие-то репетативные, одинаковые движения, которые вот так важны, допустим, для создания некоторого датасета, где что-то происходит как-то одинаково, а что-то с чем-то сравнивается, и какие-то делаются на основе этого вывода. Я, собственно, апологет и адвокат такого подхода, в том числе такого подхода к использованию технологий в творческих художественных проектах. На этом, пожалуй, моя презентация закончена. Если у кого-то есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить, если смогу. Спасибо огромное, апологет и адвокат. Ильдар Якубов с вами был. Я очень рад тому, что ты сделал репрезентацию очень мощную, причем с очень классными проектами, часть из которых я даже не знаю. Спасибо тебе огромное в такой экскурс в арт-историю. Давайте договоримся, что, наверное, вопросы мы зададим, да, оставим на потом немного. Я хочу пригласить сюда Романа Тимофеева, человек, который занимается конкретно роботами, работает в Кавасаке, и который как раз-таки расскажет про то, откуда вообще художники берут эти роботы, каким образом они используются в промышленности и скажет про технические особенности. Встречайте. Да, спасибо. Я, наверное, сейчас буду в меньшей степени говорить про использование роботов в искусстве и в большей степени несколько слов постараюсь кратко рассказать о том, что такое промышленные роботы, которых вы увидите в том числе и на сегодняшнем мероприятии позднее, откуда они появились, для чего и каким образом они сейчас используются, наверное, по своему основному прямому назначению. Ну и коротко, наверное, в конце о нашем опыте взаимодействия с сферы искусства. Кейсов, к сожалению, я сегодня не заготовил, не покажу, но тем не менее о каком-то своем впечатлении и отношении к этому со стороны именно технической, со стороны тех, кто занимается больше робототехникой, меньше искусства, ну, наверное, тоже будет интересно послушать какое-то такое, не то чтобы альтернативное мнение, но, наверное, другой взгляд на этот вопрос. Ну, здесь, кстати, на заставке, опять же, моей презентации можно видеть, наверное, тоже пример такого использования робототехники в искусстве. Это кадр из сериала «Мир дикого запада». Здесь вот как раз тоже промышленные роботы очень так эффектно смотрятся. Давайте сейчас попробуем начать. В целом я не буду рассказывать про историю появления промышленных роботов с каких-то древнейших времен, но, тем не менее, новейшую историю, наверное, хотелось бы в двух словах поведать. Откуда, собственно говоря, пришли роботы в промышленность, почему они туда пришли и что такое, в принципе, промышленный робот в сегодняшнем понимании. Здесь такое вот видео из прошлого. Это самое начало, такие истоки промышленной робототехники. То, какой она была на момент своего зарождения, это где-то начало, конец 50-х, начало 60-х. Предыстория промышленного робота как такового, она где-то, наверное, с 40-х годов у нас получается, когда активно сразу в нескольких странах шли работы над атомными проектами, и, учитывая всю опасность таких робот для здоровья людей, которые работают с опасными материалами, собственно, и начала появляться потребность в таких руках, которые могли бы заменить руки человека. Поэтому так называемые копирующие манипуляторы, как раз это 40-й, начало 50-х, активно использовались в основном в атомной промышленности, но управлялись они человеком, они просто, по сути дела, копировали движение рук человека. Пока в середине 50-х один инженер не догадался совместить вот такой копирующий манипулятор с контроллером, который мог бы запоминать движение рук человека и потом управлять роботом уже в автоматическом режиме. Ну и вот, собственно говоря, так появился первый промышленный робот-манипулятор. Ну и вот в то время примерно такое было представление о промышленных роботах, о том, что скоро они, значит, захватят сначала все фабрики и заводы, а потом придут в каждый дом, ну и будут нам помогать в какой-то вот... в быту, да, в нашей текущей жизни. Ну вот тоже, наверное, пример. Вот этот рекламный ролик тоже пример такого вот использования робототехники в искусстве. Здесь очень интересно, конечно, снято, но фактически вот на тот момент в 60-х ожидания были именно такими, что вот скоро в каждом доме у нас у каждого будет робот, который будет помогать нам справляться с домашними делами. Делами. Здесь, наверное... С этим мы закончим, но, по сути дела, первые роботы, которые появились, назначение у них было очень простое. Это заменить человека, убрать его от опасного места работы, облегчить жизнь рабочих на производстве. Вот три Д, так называемые, грязная, опасная и монотонная работа – это то, что должен был взять на себя робот. Ну, так оно и произошло. И во всем мире где-то вот с 60-х годов сначала больше это производители автомобилей начинают использовать такие технологии, ну и дальше потихоньку в другие отрасли промышленности промышленный робот перемещается. Что такое, в принципе, представляет из себя промышленный робот? Ну, я думаю, что вы уже по роликам, которые посмотрели, примерно представляете. Ну, по сути дела, промышленные роботы бывают, конечно, разные. Классический промышленный робот на сегодняшний день выглядит примерно так. Это такая большая железная рука, которая по своему функционалу сравнима, сопоставима с рукой человека. Она имеет столько же степеней свободы, сколько и рука человека, но не имеет инструмента. То есть если сравнивать с нашей рукой, она заканчивается где-то на уровне запястья. Дальше у человека идет кисть, то есть это такой уже примитивный, ну, начальный рабочий инструмент для того, чтобы можно было что-то взять. У робота никакого инструмента как такового нету, поэтому он считается универсальным. В зависимости от того, какой инструмент мы на него установим, ту задачу решать он и будет. Например, мы ставим сварочные клещи, и робот может собирать, сваривать кузов автомобиля. Ставим захват, робот может перемещать различные предметы. Ну, дальше к этому манипулятору у нас подключен контроллер. Ну, по сути, такой же компьютер, только промышленный. Ну, и некое устройство для того, чтобы человек мог с этим роботом взаимодействовать. Это пульт. Как правило, он может выглядеть по-разному. И дальше все, что мы делаем с роботом, это мы обучаем его различным движениям. Мы задаем ему какую-то последовательность точек, через который он совершает перемещение либо какого-то объекта, либо инструмента. Это может быть, например, какой-то распылитель, который наносит различные краски, лаки. Он может наносить клей. Это может быть сварочная горелка. Тогда робот у нас проходит по стыку деталей, осуществляет сварку этих деталей. То есть это может быть все, что угодно. Но принцип для программирования робота, он всегда один и тот же. Мы задаем ему некую последовательность движений, некий набор точек, по которым робот перемещается. Дальше роботы у нас могут различаться, в основном это размером, как далеко он свою руку может железную протянуть и нагрузкой, которую он способен выдержать. То есть какой груз он может перемещать. Вы видели, на роликах робот может поднять человека, а может поднять что-то маленькое, например, кисточку или ручку. Но большой робот от маленького с точки зрения программирования или каких-то основных принципов абсолютно ничем не отличается. Ну и коротко уже о том, что происходит сегодня. Сегодня роботы стараются становиться максимально дружественными, во-первых, к человеку, а с другой стороны максимально простыми. Для того, чтобы любой неподготовленный человек, не имея какого-то образования робототехника, мог с этим оборудованием работать и успешно справляться. Вот здесь пример такого робота, которого запрограммировать может практически любой человек, даже ребенок, после 5-10 минут обучения. По сути дела здесь все интуитивно понятно. Мы обучаем робота точкам посредством своих собственных рук, просто перемещаем его в различные позиции, запоминаем эти позиции. Для взаимодействия с роботом нам уже не нужен какой-то специализированный пульт. Мы можем установить себе на смартфон либо на планшет специальное приложение, в котором мы задаем потом алгоритм действий, каким образом робот перемещается из одной точки в другую, ну и что он в каждой из этих точек должен делать. Таким образом мы существенно, во-первых, упрощаем процесс взаимодействия человека и робота. Ну а еще одно важное свойство таких вот простых роботов это их безопасность для человека, потому что, вот Ильдар уже упомянул о том, что в принципе промышленный робот, он несет определенную угрозу здоровью человека. И еще одна такая вот задача современной промышленной робототехники это как раз допуская людей с меньшей квалификацией сделать так, чтобы взаимодействие с роботом не причиняло для них каких-то серьезных угроз и исключить вероятность получения травмы не покалечить ни себя, ни робота, ни какое-то окружение робота. Это вот такая одна из задач для современной робототехники, с которой все такие ведущие производители промышленных роботов пытаются справляться. Что касается промышленного использования роботов, то на сегодняшний день во всем мире эта технология уже получается больше 50 лет применяется и практически любое современное производство невозможно представить без промышленного робота. В нашей стране ситуация, наверное, немножко отличается. вот общий мировой. У нас, к сожалению, пока робот это такая редкость, наверное, на нашем отечественном предприятии, поэтому каждый раз вызывает бурю эмоций у людей на производстве, которые его видят, да и в принципе для большинства людей, с которыми мы сталкиваемся и начинаем обсуждать какие-то вопросы, связанные с автоматизацией или роботизацией того или иного процесса. Робот — это нечто такое абстрактное, каждый понимает его по-своему, и, наверное, это такое понятие, которое на сегодняшний день может быть излишне романтизировано, на мой взгляд, потому что все представляют себе робота, основываясь на каких-то, мне кажется, своих эмоциях и впечатлениях от просмотра научно-фантастических фильмов, хотя работая с этим оборудованием каждый день, сталкиваясь с ними постоянно, вы начинаете воспринимать это как просто такой обычный инструмент для работы на производстве, не знаю, как шуруповерт или молоток, то есть ничего такого вызывающего восторг и восхищения, наверное, через какое-то время у вас уже не остается, потому что вы видите, что это действительно очень простое устройство. Вся суть, вся задача внедрения робота заключается не в том, чтобы, собственно говоря, самого робота изобрести или каким-то образом его внедрить, а в том, чтобы подстроить все процессы на производстве под то, чтобы робот мог с ними справиться, потому что робот — это достаточно простая машина, которая выполняет у вас с утра до вечера одну и ту же программу, перемещается из точки А в точку Б и обратно. Может быть, в точку С еще заходит. Как только у нас меняется что-то во внешней среде, например, изделие в точке А не оказалось, или наоборот появилось какое-то препятствие в точке С, робот уже обычно не может справиться со своей задачей, он выдает ошибку, останавливается, нужна помощь человека. Поэтому для того, чтобы успешно внедрить эту технологию, прежде всего предприятие должно быть готово к тому, чтобы обеспечить роботу непрерывно повторяющийся однотонный типовой процесс. Тогда робот будет успешен. Да, появляются сейчас новые технологии, появляется машинное зрение, которое за последние годы очень активно развивается, но все это, конечно, пока еще далеко от той надежности, которая обеспечивает успешное использование таких технологий в промышленных задачах, но в то же время позволяет нам экспериментировать и вот в таких интересных проектах, связанных в том числе и с искусством, пытаться использовать эти технологии, смотреть, какие у них есть особенности, какие есть плюсы, какие минусы. И это в том числе позволяет двигать технологию вперед, позволяет совершать какие-то новые прорывы, разрабатывать новые технологии, которые потом, дойдя до определенной степени зрелости, найдут свое применение и в базовых каких-то промышленных задачах. Поэтому я лично отношусь к использованию роботов в искусстве. С одной стороны, конечно, положительно, потому что любая популяризация – это хорошо. Показываем, что такое робототехника, на что она способна. Это большой плюс, я считаю. В ходе работы над такими проектами мы действительно встречаемся с новыми задачами, которые успешно решаем, мы получаем принципиально иные возможности использования робота, принципиально новые задачи, которые, возможно, будут автоматизировать с помощью роботов. Но в то же время я еще раз, я всегда всем напоминаю про то, что это действительно серьезное промышленное оборудование, если мы говорим про такого типа роботов, которое, конечно, несет серьезную угрозу для здоровья человека, который с ним взаимодействует. И даже маленький робот, который, на первый взгляд, абсолютно безобиден, работая на полной скорости, способен нанести достаточно серьезный вред вашему здоровью. Поэтому, популяризируя робототехнику, мы должны делать это правильно, и мы должны призывать к тому, что такого рода оборудование должно использоваться безопасно. В то время, когда робот работает, мы должны минимизировать взаимодействие человека с ним. Ну, к сожалению, если это не вот такого рода робот, который допускает прямой контакт с человеком. Используя большие, такие красивые промышленные машины, мы всегда должны думать о том, к каким последствиям это может привести и для человека, и для оборудования, которое находится рядом. И делая это правильно, мы, я считаю, делаем хорошее дело, популяризируя робототехнику как таковую. Но иногда, смотря на те инсталляции, которые происходят и видя, что действительно одно неловкое движение человека рядом с роботом и последствия будут непоправимы, становится страшно и становится, конечно, грустно от того, что люди видят это и думают, что так вот оно и должно быть, что робот он такой большой, железный, но дружественный и безопасный для человека. Нет, это не так. Только зазевался, и печальные последствия могут очень быстро появиться. И здесь вот, почему я еще об этом говорю, потому что Kawasaki, к сожалению, такая компания, робот произведенный, который первым убил человека еще в 80-х годах на собственном производстве Kawasaki. Поэтому и Kawasaki, и другие японские производители, они, конечно, очень большое внимание уделяют безопасности. И каждый раз любое взаимодействие робота должно начинаться, любое взаимодействие с роботом должно начинаться с таких вот базовых вещей, и как правильно и безопасно мы должны к нему подступиться. Видя, как наши творческие коллеги иногда немножко безответственно к этому относятся в ходе работы над своими проектами, ну вот хотелось бы призвать, наверное, всех присутствующих здесь все-таки задумываться об этом, о том, что вы несете ответственность здесь и за свое собственное здоровье, и, в общем-то, за здоровье тех, кто может посмотреть потом, как легко и непринужденно, казалось бы, вы взаимодействуете с роботом, и потом поддаться соблазну тоже подойти поближе к работающему роботу, ну и получить при этом какой-то ущерб своему здоровью. Ну, собственно, на этом бы я, наверное, хотел уже закончить свое выступление. Остановлюсь вот на последнем слайде, пропущу несколько предыдущих. Это интересный такой показатель плотность роботизации или количество роботов, которое приходится на 10 тысяч работников в промышленности. Мы просто часто вот к нему возвращаемся, анализируя состояние на различных рынках. О чем говорит этот показатель? Ну, во-первых, если там кому-то видно, Россия здесь очень сильно отстает от развитых стран по этому показателю. Но я даже не об этом хотел сказать. Хотя это тоже, конечно, очень такой важный момент. И много здесь причин, почему такая ситуация у нас с робототехникой. Но я хотел здесь рассказать про другой интересный факт, потому что у большинства людей, наверное, уже там складывается впечатление, что в таких развитых странах, как Япония или Южная Корея, на производстве уже давно не работают люди, а работают одни лишь роботы. Но на самом деле это не так. То есть мы видим, что даже в самых развитых странах плотность роботизации, то есть количество роботов на 10 тысяч рабочих мест, оно там приближается на сегодняшний день к тысяче единиц. То есть получается, что на 10 тысяч сотрудников производственных предприятий у нас тысяча роботов. Или получается 1%, 10% операций у нас выполняется роботами и 90% по-прежнему выполняют люди. Это сегодняшняя реальность. У нас в России 5 роботов на 10 тысяч рабочих промышленности, то есть менее 1% операций выполняется роботами и практически 100% операций выполняются людьми. Так вот, какими бы роботы на сегодня не были ловкими, умелыми, все равно заменить человека, к сожалению, полностью, пока они не могут. И, наверное, в ближайшее время вот этот показатель не сможет там существенно вырасти. Ну, может быть, только вот там в развивающихся странах мы догоним по плотности роботизации азиатские страны-лидеры по этому показателю. Но на большее, к сожалению, промышленный робот пока не способен. Он не способен полностью заменить человека. Это тоже надо понимать. Не надо ожидать от него какого-то чуда и волшебства. Да, мы можем снять красивое видео, мы можем показать какой-то интересный перформанс, но это не значит, что робот все то же самое сможет выполнять на постоянной основе, автоматизируя тот или иной процесс. Поэтому это тоже вот такой интересный факт. И промышленная робототехника, несмотря на свою там уже более чем 50-летнюю историю, на самом деле еще только в начале своего пути находится и потенциал для развития здесь очень большой. Даже для того, чтобы заменить хотя бы в 50% операции ручной труд. И это тоже такая серьезная задача, в том числе и для производителей робототехники, потому что, например, в Японии очень большая проблема – это старение общества. Все меньше и меньше становится трудоспособного населения в стране из тех, кто может работать на производстве. Последнее время люди работать хотят, наверное, в последнюю очередь. Так что, учитывая все эти факторы, конечно, достаточно важно работать над тем, чтобы роботы расширяли свои умения и расширялись те сферы, те области, в которых роботов можно использовать и применять. На этом у меня все. Если какие-то есть вопросы, наверное, немножко времени у нас осталось, и я могу на них ответить. По поводу безопасности на презентации Ильдара было бы как раз видео, где человека перемещаются. Извини, пожалуйста, давайте микрофон все-таки. Можно я попрошу микрофон? Номер два. У меня вопрос по поводу безопасности. В презентации Ильдара были продемонстрированы кадры, как робот перемещает человека, после которого этого инцидента был какой-то скандал. Есть ли какие-то регламенты или законы? Или вообще как это сейчас? Практикуется ли, продолжают ли снимать такие же видосики? Ну, на самом деле практикуется и продолжают. Вопрос здесь какой? Вы когда приходите в парк аттракционов, вас тоже перемещает какое-то подобие робота. Может быть, это не такой промышленный робот, как здесь. Но та же карусель, на которой вы крутитесь, и тоже можете оказываться в самых таких необычных положениях. Это все происходит в нашей реальной жизни. Это происходит давно. Другое дело, что вопрос отношения, потому что тот же парк аттракционов, он проходит достаточно серьезную сертификацию и лицензирование. Каждый аттракцион должен быть протестирован, проверен экспертами на предмет безопасности для здоровья тех людей, которые на этом аттракционе потом будут кататься. Точно так же и здесь. То есть это может быть некий аттракцион, просто там у нас вместо карусели используется промышленный робот. Но если мы предусмотрим систему безопасности, примем все необходимые меры, то и пройдем успешную сертификацию, лицензирование это как аттракцион, то тогда почему нет, это все возможно. У Kawasaki тоже есть такой опыт. У них есть понимание задачи того, что популяризировать робототехнику надо. Есть большой шоурум прямо в центре Токио, и там любой желающий прогуливающийся по одной из центральных улиц может зайти, посмотреть. И там тоже есть большой робот, который перемещает человека. Но он перемещает его не вот таким вот образом, вертя его вверх ногами, а он перемещает его в относительно небольшом диапазоне. Там стоят механические ограничители, которые не дают роботу выйти из этого диапазона и совершить какое-то там странное движение. Потому что все равно человеческий фактор присутствует. Если карусель не может крутиться куда-то в другую сторону или развернуться вверх ногами, то робот может, имея достаточное количество степеней свободы, мы совершенно спокойно можем совершить ошибку в программе, и робот сделает какое-то движение, которого от него никто ожидать не будет. Но если мы позаботимся об этом, подумаем над тем, как сделать это безопасным, то использовать, конечно, можно в таких целях. Но понимая всю ответственность и подходя к этому с точки зрения того, чтобы сделать это максимально безопасным. Спасибо. Да, привет. Максим Селенков меня зовут. У меня такой вопрос. Видите ли вы какие-то предпосылки к снижению стоимости на роботов, на их покупку для предпринимателей, для небольшого бизнеса какого-то из индустрии? Я думаю, что очень интересно узнать, поскольку, на мой взгляд, статистика недостаточно прозрачно вообще всю ситуацию отражает. Вообще, что вы думаете по поводу того, как производитель, когда предприниматели смогут спокойно, уже не так дорого, покупать этих роботов, интегрировать все на производстве? Вообще, в этом направлении есть ли какие-то шаги в эту сторону? Вообще, мы двигаемся как-то или нет? Вот такой вопрос. Ну, хороший вопрос. Да. На профильных каких-то конференциях это вот первый вопрос, который мы всегда слышим. Почему так дорого? Сколько робот стоит? Как его сделать дешевле? На самом деле, вот всю историю промышленной робототехники, стоимость и доступность этой технологии продолжает снижаться. И за последние 20 лет роботы стали дешевле более чем 10% в среднем. Сегодня среднестатистический промышленный робот стоит 40 тысяч евро или долларов, смотря на каком рынке продается. Если мы посмотрим на Европу, то предприятию один сотрудник в среднем обходится в 50-60 тысяч евро в год. Вот в Америке один сотрудник на производстве обходится где-то там в 45-50 тысяч долларов. То есть мы видим, что стоимость робота она как раз сравнялась в развитых странах с тем, во сколько предприятию обходится человек. И движение в эту сторону, конечно, есть. Но второй важный момент, который нужно понимать, и я так вскользь уже упомянул, предприятие должно быть готово к тому, чтобы использовать робота. Процессы должны быть на предприятии организованы таким образом, чтобы робот мог их выполнять. И это зачастую даже более важный вопрос, чем вопрос стоимости. Потому что роботы на сегодняшний день пока еще недостаточно гибкие, недостаточно умные, недостаточно ловкие, для того, чтобы справляться с этим несовершенством нашего мира. И, к сожалению, очень часто мы не можем обеспечить роботу те условия, эту повторяемость для того, чтобы он мог со своей задачей справляться. И в этом тоже такой большой барьер на пути их использования именно со стороны малого и среднего бизнеса, у которых нет возможности организовать такой конвейер, как у автопроизводителей. У них нет таких бюджетов на большие линии. И самое главное, у них нет понимания, что они будут производить завтра. Если автопроизводитель может четко рассчитать свои планы, построить линию и производить автомобиль несколько лет на нем, отбить свои вложения, дальше эту линию модернизировать, то малый бизнес так работать не может. У него есть заказы на месяц вперед, на несколько месяцев вперед. А после этого, что он будет производить, в каких объемах, он не знает. И автоматизация в таких условиях – это, конечно, нетривиальная задача, над которой сейчас очень активно работают, и много стартапов появляется в этом направлении. И тот робот, которого я показывал на видео, которого можно достаточно просто научить каким-то несложным движениям и манипуляциям, он как раз и призван для того, чтобы работать в условиях малого бизнеса. И расходы на внедрение такого робота, они также существенно меньше. То есть у нас помимо стоимости самих роботов, есть стоимость того, чтобы подготовить производство к внедрению робота, для того, чтобы разработать решения на базе робота. И эти расходы, они могут быть существенно выше, чем стоимость самого робота. Если робот сам по себе будет таким вот уже неким законченным продуктом, то опять же это сократит эксплуатационные расходы, сделать это доступным для малых предприятий. Да, Роман, спасибо огромное. Мы немного вышли из тайминга. Аплодисменты. Очень интересно было послушать. Очень важную проблему по безопасности подняли. Очень важная проблема именно в стоимости роботов. Не знаю, что в следующем ожидать. Может быть, как каворкинги будут и короботиксы, где каждый может прийти и под свое производство настроить робота, который будет доступен каждому. Что ж, будущее покажет. Об этом мы как раз и подумаем, и пообщаемся на круглом столе, который начнется, я думаю, в 5.20 мы его начнем. Дадим вам 10 минут на кофе, немножко выйти на улицу, подышать свежим воздухом, чтобы подготовить свои головы к нашему обсуждению, потому что обсуждение обещает быть жарким. Сегодня оживленная и интересная беседа. Хотел бы представить всех по очереди. Начнем справа. Наталья Федорова, наш прекрасный куратор, исследователь, медиа-художник. Поаплодируем. Алексей Кораблев, президент концерта AirPro, благодаря которому у нас появились роботы, которые, собственно говоря, участвуют в концерте «Весна». Аплодисменты. Далее сидит Максим Селенков, основатель группы Sense и очень, как бы это сказать, активный робо-активист. Аплодисменты Максиму. Максим создал одни из первых инсталляций, которые задействовали роботов, за что ему огромное спасибо. Ильдар Якубов, уже упоминаемый медиа-художник и куратор. И Иван Дерендеев. Это режиссер, композитор и музыкант, непосредственно соавтор концепции того, что вы сегодня увидите позже на «Островинском весна». Про меня вы и так знаете, поэтому начнем, наверное, с вопросов. И начнем, наверное, с того, что сто лет, мы недавно отметили с того момента, когда вообще слово «робот» впервые употребилось и было придумано. Сто лет прошло с того момента, как люди начали думать о том, что машина может стать как человек и быть как человеком. Еще больше времени прошло с различных science-фикшн, литературных произведений, которые возводили роботов во главу нашей всей планеты и говорили о том, что они впоследствии будут управлять. И самый первый вопрос у меня будет, наверное, общий по поводу того, насколько за эти сто лет мы приблизились к тому моменту, что у нас есть понимание того, когда наступит управление нами, собственно говоря, теми самыми роботами. И первый вопрос я хочу задать к Максиму Селенкову, потому что он единственный сидит сейчас в телефоне и надо как-то оживить человека. Максим, пожалуйста, вот вам микрофон. Да, я сижу в телефоне, потому что я записываю эти замечательные вопросы и фиксирую некоторые свои мысли. Ну, вот знаете, я о роботах узнал пару лет назад. Даже где-то два года назад я о них узнал. И тогда их невозможно было найти нигде, ни на Авито. Ну, то есть их просто не было. Ну, простые как бы вещи, которые меня начали интересовать сразу же, где их взять, вот этих роботов. Ко мне на курс UXI в Британке пришел Миша Жашков, рассказал о том, что они запустили в ТРА Robotics автоматизированное промышленное производство без конвейерной. Сейчас это компания, которая в феврале вышла на NASDAQ с капитализацией 11 миллиардов долларов. Буквально они к этому пришли за 7 лет. И они позиционируют себя как промышленная компания, которая создает роботами беспилотные автомобили сейчас. Они доставщиков делают. Да, Максим, NASDAQ это очень круто, но вопрос был немножко про другое. Давай, уточняй. Ты же записывал. Я записывал, но… Да, я… Вопрос был про то, когда роботы начнут управлять людьми, когда робот станет такой же единицей, как человек, когда мы поменяемся немножко местами с прекрасными железными созданиями. Мы не поменяемся. Вот. Окей, не поменяемся местами, встанем на одном и том же этаже в лифт с торгового центра. Я думаю, что роботы будут и со стороны сервисов, и со стороны оборудования только нам помогать решать наши задачи все лучше и лучше. Вот этот прекрасный график, который нам показывали на предыдущей лекции, в котором на 10 человек один промышленный робот, он будет выравниваться таким образом, чтобы мы могли делать более сложные творческие задачи, а роботы могли делать более такие, как бы, рутинные. И к тому примерам еще есть такие технологии, как GPT-3, GPT-4 – это нейронные сети, которые позволяют уже генерировать вообще различные, ну, уже целые рассказы по некоторым тегам, которые вы можете в них на вход подать. Они уже выдают осмысленные какие-то истории, и это совершенно не выглядит, как промышленный робот, это алгоритм, и все это будет развиваться через алгоритмы уже к, собственно, железу. И не будет в никаком случае захватывать, а только помогать. Вот мое мнение на этот счет. Да, спасибо, спасибо, Макс. Тот же вопрос хотел бы вот задать Наталье, если есть такая возможность. Это по логике того, что кто в телефоне? Да, тоже с телефона, как бы, кто будет в телефоне. Я просто записывала GPT-3, GPT-4. Да, хотелось бы у тебя послушать по поводу того, что думают по этому поводу медиа и теоретики медиа, и потому что, мне кажется, что там немного другая позиция. Много разных есть подходов к этой мысли. То есть можно представить себе робот как часть философии машинной техники, и тогда мы можем посмотреть на разные типы машин. Мы можем сказать, что есть бюрократическая машина, есть машина желания, есть машина как нечто, что воспроизводит повторяющиеся действия. Если говорить о бюрократической машине, как способе организации повторяющихся действий большими группами людей, то, в общем, кажется, нам уже давно управляет что-то такое, вот такое машинное, и много чему довольно машинному мы подчинены. Если смотреть с какой-то совершенно другой стороны, например, со стороны Самуэля Баттлера и его романа Еревон, в котором роботы развивают, там такие паровозы скорее, развивают человеческие отношения, то, может быть, это какая-то другая, может быть, какой-то другой взгляд, какое-то другое направление, то есть наделение роботов, наделение машин творческими человеческими полномочиями и чувственными какими-то такими полномочиями. То есть вот какие-то другие, возможно, могут быть сюжеты. Да, вот как раз про полномочия и другие сюжеты хотелось бы перевести в то русло как повторение, что ли, роботам каких-то действий, которые делают постоянно люди. И как вам кажется, почему роботов очень сильно хотят очеловечить? Почему роботы-манипуляторы называют именно робо-рукой? Почему роботов так стремятся сделать похожими на людей именно? Они дают им свою какую-то роботическую свободу. Ильдар, может быть, скажешь свое суждение по этому вопросу, потому что именно ты сегодня говорил про манифесты. Мне очень понравился этот проект, где как раз рука что-то говорит, что-то пытается сказать. Ну, люди же все пытаются очеловечить. Наша вот эта устаревшая антропоцентричная картина мира движет нами в процессе осмысления тех или иных феноменов, в том числе мы считаем, что инопланетяне похожи на людей. Мы считаем, что роботы тоже было бы классно, чтобы были похожи на людей. Мы ищем в животных человеческие признаки. И при этом еще и почему-то считаем всегда, что мы находимся на тех или иных каких-то верхних ступенях чего-то там, в какой-то области. Я думаю, вот с этим связана попытка такого вот исследования антропоморфизму в робототехнике. Вот. Как-то так. Как-то так. Да, хотелось бы Ване вопрос задать. Чем вы руководствовались изначально вот в вашей какой-то концепции, когда придумывали то, что мы увидим через буквально час, через два часа точнее, на сцене этот концерт «Островинский весна». Руководствовались ли вы тем, что манипулятор должен быть как рукой человека, либо вы пытались какие-то в него внедрить новые смыслы, и каким образом вообще вы его там интерпретируете? Мы изначально, когда мы придумывали всю эту историю, она вообще выросла из другой истории, которая начала происходить этим летом, и она не состоялась в том качестве, в котором она должна была быть, как мы ее разрабатывали, но один из сюжетов, который... Это должен был быть перформанс, и один из сюжетов, который мы разрабатывали, там должно было быть несколько нарративных сюжетов, и один из них был такой, что в пространстве находится робот и человек, и зрители получают информацию, что в данный момент вы видите последнего выжившего человека, и он полностью обслуживается машиной, то есть он такой выставочный экспонат в мире роботов, единственная модель в своем роде, такой музейный экспонат. Но здесь вы сегодня этого ничего не увидите, но изначально мысль, которая доросла до того, что сегодня она растет оттуда в какой-то степени. Еще раз мысль я немножко не уловил, что мы сейчас будем видеть тех роботов, которые остались последними. Нет, сегодня этого не будет, но вы просто спрашиваете, откуда, чем руководствовались, то есть это выросло изначально из другого проекта, где мысль, собственно, вопрос, который вы задали, она имела такую очень яркую выразительность в качестве… Ну, то есть вот, отвечая на вопрос предыдущий, когда произойдет тот момент, во-первых, он уже произошел, потому что мы живем среди огромного количества всякой информации в виде истории, в виде текстов, в виде книг, фильмов, где это уже все происходит. И однажды реальность догонит всю эту фантазию. И просто, мне кажется, что вопрос времени. А руководствовались мы как раз такими мыслями, то есть мы думали о том, что было бы, если это произошло. Да, я немножко вот переформулирую, может быть, вопрос. Вот в Стравинском «Весна» робот-манипулятор, это вы пытались его сделать рукой человеческой и делали вы какие-то движения специально, чтобы он мимикрировал под человеческие движения? Мы отталкивались от разных образов абсолютно. То есть мы изначально туда их не закладывали, но когда мы увидели то, что получается, это очень созвучно, например, тем же самым рукам дирижера, которые руководят оркестром. Это созвучно в какой-то степени пластики женских рук, ног. И это про балет. Ну то есть да, да, да. Понятно. Спасибо за ответ. Ладно, мы попозже поговорим про робоэстетику. Сейчас я хочу передать слово Алексею. Алексею, да, поблагодарить, во-первых, за предоставленные роботы и спросить по поводу того, почему все-таки вы пошли ребятам навстречу и дали роботы. Интересует ли вас искусство, собственно говоря, в роботах? И хотелось бы узнать, почему вы сделали такой шаг. Спасибо. Да, спасибо вам тоже за слово. Работает, да, микрофон? Да. Наша группа компаний работает в области робототехники. Работает уже второй десяток лет. Мы в первую очередь, конечно, работаем в области промышленной робототехники. Но у нас есть также и множество проектов, где и промышленные, и коллаборативные роботы, и другие наши решения работают в социальной сфере, в художественной сфере. Вот возвращаясь к вашему вопросу и той дискуссии, которая была здесь, о том, когда роботы заменят человека, и насколько уже заменяют, и когда они будут управлять нами. Роботы можно упрощенно разделить на три группы промышленные роботы, сервисные роботы и интеллектуальные роботы. Если говорить о промышленных роботах, то, на мой взгляд, сегодня мир стоит на пороге того, что человеческий труд из операционной деятельности в различных индустриях просто выводится. Вот так же, как на стыке двух прошлых веков практически из операционной деятельности в сельском хозяйстве был выведен человек, если, допустим, в конце 18 века более 70% населения планеты были в сельском хозяйстве, то в середине 19 число, соответственно, значительно снизилось, меньше 30%, сейчас там, по-моему, 15% населения это сельское хозяйство. То вот сегодня идет процесс применения, внедрения промышленной автоматизации, роботизации в промышленности, и человек из промышленных профессий просто уходит. И очевидно, что вот концепция индустрии 4.0, которая такой активный бренд, который сейчас продвигается в промышленности, это концепция создания безлюдных производств. Так же, как, соответственно, беспилотные автомобили, беспилотные там авиасредства создаются в транспорте, так в промышленности, соответственно, создаются безлюдные производства. Такие производства уже делает Adidas, такие производства делают многие там автопроизводители, и люди уходят оттуда из операционной деятельности. А сервисные роботы, роботы, которые помогают людям. Вот здесь видео того, что делает в том числе наша компания. Вы видели такой глазастый робот, который мы продаем. Это коллаборативный робот к безопасности робототехники. Это робот, который может работать непосредственно в контакте с человеком, и, соответственно, вот этот робот, безопасность уже внутри этого робота. То, что вот говорилось ранее сегодня о опасности роботов. Промышленные роботы все работают в клетке, чтобы не нанести увечья человеку. А коллаборативный может работать непосредственно с человеком. Так вот, в сервисных функциях все больше и больше робототехники. Вот такой вот робот, который мы продаем здесь в России, допустим, сейчас в Евросоюзе, сотни таких роботов внедрены в клиниках, где лечит ковид, потому что два таких робота на 70-80% заменяют медсестру в ковид-клиниках. Они и дают лекарства, могут там пипеткой накапать нужное количество, и капельницу могут включить, и температуру измерить, воду подать, и вызвать врача, когда это необходимо. Вот таким образом идет сервисная робототехника. И интеллектуальная робототехника, ну, я такой пример приведу IBM. Мы все знали эту компанию как производитель компьютеров и серверов. Весь этот бизнес сейчас они практически продали уже в Китай. Делают суперробота Watson. Это интеллектуальный робот, это мощный компьютер, который выполняет интеллектуальные работы. Этот робот уже делает диагностику многим клиникам. Прямо удаленно клиники подключаются к этому роботу. Человек приходит к врачу и первым делом идет к роботу. Робот разговаривает, поддерживает, соответственно, человеческое общение, задает вопросы, находит карту. И когда к специалисту идет человек, направляет на анализы, исходя из диалога. И когда пациент приходит к врачу, ему на стол уже ложится карта, сделанные анализы и рекомендации робота, как, соответственно, лечить. Робот уже удаленно, я не берусь точно сказать, компанию, которая из топ-5 юридических компаний США заключили с IBM соглашение. И робот работает в юридической компании, одной из крупнейших в США, соответственно, на должности директора по комплайнсу. Это юридическая деятельность, потому что деятельность в США очень подвержена множеству регуляторов. И вот робот контролирует, выполняет. Причем робот подчиняется человеку, одному из вице-президентов компаний, и у него в подчинении 10 человек. Так что робот работает с людьми на входе, на выходе. И робот, имея очень мощные интеллектуальные функции, сегодня реализует целый комплекс юридических задач. При этом мера ответственности IBM, как производителя робота, гораздо выше, чем любого нанятого юриста. Это понятно. Так что роботы очень активно, соответственно, внедряются во все сферы деятельности человека. В той же США, насколько я знаю, уже существуют курсы по перепрофилированию водителей-дальнобойщиков, полностью беспилотный грузовой транспорт. Это тоже вид робототехники. Да, и непосредственно в людях уже есть элементы робототехники. Сегодняшние кардиостимуляторы, сегодняшние хрусталики в глаза – это умные устройства, которые могут перепрограммироваться, в том числе с использованием искусственного интеллекта элементов робототехники. Я знаю, что связки, которые спортсменам вставляются, их эластичность тоже регулируется компьютером и может регулироваться в зависимости от нагрузок и так далее. Я знаю также, что элементы робототехники сейчас идут тестирования у многих компаний на животных, когда какая-то конечность, которую животное потеряло, заменяется умным протезом, и мозг отдает напрямую команды не конечности, а протезу. Это тоже элементы робототехники и создания киберфизических систем в робототехнике. Это вот взгляд на вашу проблему с точки зрения технологии. Ну а мы эту технологию внедряем, используем и пропагандируем, в том числе были рады предоставить оборудование сюда сегодня на концерт. Мы тоже некоторыми такими художественными проектами занимаемся самостоятельно. Так, а почему? Вам интересно это? Либо это какая-то пиар-стратегия? Либо, ну зачем вы это делаете? Отдаете, ну как бы художникам роботов? Хотелось бы понять. Понятно, что для нас это больше пиар-стратегия. Понятно, что сегодня в художественной сфере применение робототехники достаточно ограничено сегодня еще, но это все шире и шире находит свое применение. Поэтому мы продвигаем эти технологии и видим потенциал. Ну если говорить вот о театральном искусстве, сегодня мы это все прекрасно увидим. Все больше в шоу-бизнесе используется робототехника. На выставках сегодня есть проекты, когда робот берет автомобиль и показывает посетителям выставки со всех сторон. Сегодня там в торговых центрах те же автомобили, которые там для рекламы стоят, робот может к любому этажу вот открытой галереи поднести и показать всем посетителям. Вот у нас мы сталкивались с таким, что давали также роботы для съемок видеоклипов. И я с интересом узнал, что подавляющее большинство рекламных роликов с напитками снимается сегодня с использованием робототехники. Вот когда напиток наливается в бокал, будь то лимонад или там вино, то вот множество дублей красиво налить в бокал под запись гораздо качественнее это сделает робот, чем любой самый искушенный в этой работе официант или там метродотель или бармен и так далее. Да, да, спасибо, Алексей. Очень-очень важные комментарии у вас были. Хотелось бы передать слово опять главному роботу метродотеля, собственно говоря, Максиму Селенкову, который имеет, можно сказать, один гостиничный номер, в котором проживает робот, и компания RoboHall, которая непосредственно занимается съемками видео, которое как раз наливает воду с помощью роботов. Хотелось бы у тебя спросить, дальнейшее применение какое? Просто Алексей сейчас сказал про то, что ограничения большие есть в художественном каком-то формате использования роботов. Я лично по проектам, которые, например, показал Ильдар, и потому что я знаю, вообще вижу наоборот большое развитие, какой-то большой неподъемный пласт, в который еще не вступили художники, собственно говоря, в работе вместе с роботом. Хотелось бы спросить у тебя про то, как ты видишь использование робота в тех же рекламных целях в будущем, и какие ты можешь, не знаю, предопределить тренды по работе в арте с роботами. Спасибо. Да, классный вопрос. Я думаю, что надо популяризировать не только роботов, но и возможность ими управлять людям. Мы для этого у себя как раз запускаем курсы на регулярной основе, которая позволяет этому научиться. И именно оттуда возникают новые и новые идеи того, как это можно использовать. То есть очень круто то, что ребята поддержали, дали роботов, потому что каждый шаг по созданию объекта с использованием этих технологий, он нас приближает к тому, чтобы мы лучше в этом разбирались, подключали новых людей, которые будут с этим разбираться. У нас есть примеры, когда уже студенты, буквально там человек еще учится, и он уже начинает осваивать эти технологии, пробовать экспериментировать с ними. Это как раз в робохолле. Мы на съемках можем себе позволить достаточно серьезный эксперимент, потому что у нас в собственности робот, которым мы можем и снимать, и мы можем обтянуть его пленкой, совершенно экспериментальные вещи всякие делать. Поэтому вроде бы я не отошел от этого вопроса. Я думаю, что будущее достаточно яркое, и по тому, насколько сейчас люди, организации, которые связаны с такими манипуляторами, вовлекаются в эти процессы, как бы это так просто. То есть как бы привлечь производителя, робота, компании, которые занимаются их интеграцией, очень легко, как ни странно. Хотя на первый взгляд может показаться, что это промышленное оборудование, это сложно. По факту мы видим, что очень охотно идут на сотрудничество, потому что есть такая потребность использовать их и развивать этот рынок. И мы вот, ну вот у меня ощущение… Мам, да, это все понятно. Тренды-то какие? Что ты думаешь будет в будущем с роботами? Что, какой дальнейший шаг? Куда, как бы, ну после наливания бутылки с водой? Окей, ну вообще я более подробно эту тему завтра еще раскрою, но сегодня у меня вот есть один хороший пример. Я еще хочу изучить некоторые материалы, которые сегодня услышал от Кавасаки, чтобы некоторые гипотезы тоже подтвердить или опровергнуть свои. Но я думаю, что вот у нас очень сильно в России сервис развит, и мы очень круто научились делать классные приложения, удобные для того, чтобы с мобильных устройств свои всякие потребности закрывать. Но мы совершенно не научились автоматизировать и производить. И нам поможет опыт наших зарубежных коллег очень быстро этому научиться. И я думаю, что на горизонте 4-5 лет мы получим уже достаточно прям массовую интеграцию промышленного такого оборудования на разных-разных производствах. Вот у меня есть такие ожидания. И более того, это не только ожидания, но еще и я конкретно стараюсь в это вкладывать. С Димой, который непосредственно сейчас готовит тоже выступление. Он не менее яростный робо-активист, чем я. И мы с ним сделаем все, чтобы 5 лет получилось. Окей, окей. Мы будем надеяться на то, чтобы в промышленности роботы все-таки подняли нашу страну с колен. А вот, кстати, извини. Вот еще одна очень важная мысль, которую хотелось бы отметить. Вообще в чем разница, в чем вообще уникальность того, как сейчас роботы используются и вообще на этом выступлении. Ну вот зачастую сам процесс использования роботов на промышленном производстве, он достаточно специфичный, регламентированный и очень-очень сложный в плане реализации. А благодаря тому, что мы пришли к управлению роботами и вообще к этой теме из медиа и вообще используем инструменты медиаискусства, это такие штуки, как 4V, может, многие слышали, тач-дизайнеры. Мы тут уже столкнулись как бы с два комьюнити, которые с тем и с тем продуктом работают. Это позволяет вообще-то прототипировать производство, чем не так активно пользуются на производствах, насколько я знаю. То есть мы можем себе позволить очень быстро менять логику и поведение работы робота, грубо говоря, на лету. Это именно особенность подхода, который мы исследуем и который мы применяем, работая над проектами, связанными с искусством и работая над проектами, например, со съемками, связанными. Да, спасибо большое, Макс. Очень интересно было как раз внедрение некого искусства, тем более медиаискусства, в задачи, которые, по сути, решаются большими и крупными компаниями. И мне показалось, что нам немножко не хватает искусства, и ты сказал работу робота на лету. Мне кажется, что это созвучно с темой, которую может затронуть Наталья. Она нам сегодня приготовила презентацию про небольшую, про как раз-таки новейшие, наверное, разработки в плане арта, связанные с роботами. и сейчас скажет пару-тройку слов про эти проекты. Прошу, Наташа. Я бы не сказала прям, что я про новейшие. Я, на самом деле, хотела ответить на вопрос, который ты задал, о том, какие тенденции в искусстве. Так вот мне просто пока говорили, я вспомнила, какие есть тенденции. Сейчас Эльдар, наверное, как-то может меня поддержать в этом. Да, подожди, ты фулл-саппорт, ты примерами лучше поддерживай. Ясно, что мы можем говорить о живописи и письме. То есть вот эта рука пишущая. Мы явно можем какую-то роборуку пишущую выделить. Мы можем выделить манипулятор, который что-то делает с человеческим телом. Вот этот хор или стелларк, который как-то, значит, робот куда-нибудь там перекидывает, перемещает. Мы можем выделить хореографические какие-то манипуляции с роботами. Это может быть хореография с человеком или без человека. Мы можем, наверное, сказать о том, что может быть какая-то саморазрушающаяся машина, которая как-нибудь интересно разрушается и там, не знаю, вспомнить Тенгли или еще кого-нибудь вспомнить. И я еще подумала о всяких микро-роботических процессах. Вот, собственно, речь шла о связках. Можно вспомнить стелларка глотающего. Чего он там глотал? Чего он только не глотал, этот стелларк. Или мы можем поговорить о роботе, который создает какую-то такую вот атмосферное явление, то есть какую-то среду атмосферную. Чего я пропустила? Наверное, еще роботы, которые взаимодействуют друг с другом. Да, и что-нибудь такое делают. Да, про инсталляцию сегодня, которую тоже Эльдар демонстрировал. Про что я хотела сказать? Я хотела поговорить о том, продолжить тему, которую тоже Эльдар начал, о роботах как о способе что-нибудь человеческое усилить. И вот в данном случае человеческое — это касание. И если задавать вопрос моей презентации прямо вот сейчас вам, возможно ли касание на расстоянии, что вот вы скажете? Можно ли каснуться кого-нибудь на расстоянии? Ну, видимо, не знаю, ну что вы скажете? Был опыт у меня. Есть целая область исследований, называется теледильдоника. Ну или телехаптика, да. Можно догадаться, чем он занимается. Теледильдоникой занимался еще мой преподаватель из школы Роченко, мастерской интерактивной медиа, Алексей Шульгин. У него есть замечательный проект, называется «Fuck you, fuck me». Можно найти это. Это из пионерских, визионерских проектов в области теледильдоники. Очень такой романтический, нежный проект. Так что, конечно, возможно, касание на расстоянии. Ну, тут тоже, опять-таки, это зависит от того, что мы понимаем под касанием. То есть если мы понимаем под касанием как… Если мы понимаем под касанием соприкосновения физическое, то, по всей видимости, нет. Если мы у этого касания выделяем разные свойства, то ясно, что некое касание не непосредственно другого человека, возможно, через интерфейс, который это касание передает, и вот у меня есть какие-то такие промышленные смешные интерфейсы, вроде «Hug shirt», рубашка, которая передает объятия, или браслет, который обозначает прикосновения. Но ясно, что вот когда вы говорили о том, что робот берет анализы, я прям содрогнулась. Я вот представилась, как у меня робот берет анализ крови, и мне прямо стало очень страшно. Я на самом деле больше содрогаюсь, когда медсестра берет. Я бы вот роботу больше доверился. Хотя, может, это исходит из моего знакомства, близкого, как бы. С некоторыми медсестрами. С некоторыми людьми, да. С некоторыми роботами. Я бы доверился больше машине. Я просто представляю… Роботы и операции сейчас хирургические делают, это понятно, это понятно. И у робота не будет плохого настроения. Это да, это да, это да. Он, соответственно, придет… С хорошим настроением, совершенно точно. Без настроения, и, соответственно, выполнится то, что… Ну, опять-таки, если он работает, да. Применение робототехники в медицине сейчас очень активно развивается. А вот, кстати, искусство – это как раз отличный пример того, как этот робот, вот мы его представляем, когда мы говорим о том, что он берет кровь, как некая огромная штука, Да, 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 я представлюсь что-то такое. И что сейчас вообще у моей руки промахивается? Вообще-то есть такой известный проект, но неуспешный, спекулятивный был, но, тем не менее, это, может быть, кино смотрели достаточно популярно, Элизабет Холмс, которая хотела изобрести штуку, которая берет кровь. Но там другая была история, просто нужно было пальчик засунуть в оборудование. Это не страшно. Это же не та кровь, это же не та кровь. Нет, там, да, не из вены. Ну, в общем, тут вот как раз интерфейс, то, как вы это, как это происходит, и важно для восприятия в том числе. Вот я хотел что-то добавить. Круто. Да, да, наверное. Так, ну вот про интерфейс что-то я уже сказала. Сейчас я хочу показать. Собственно, вот когда я говорила об атмосферном явлении, очень мне нравятся такие вот способ передать ветер, телеприсутствующий ветер, такая вот инсталляция Дэвида Боуэна. Он все время занимается тем, что теле что-нибудь передает. У него есть телеприсутствующая волна, телеприсутствующий ветер. У него датчик на одном чертополохе, и движение одного чертополоха в галереи на другом конце света повторяет множество чертополохов. Ну вот я не знаю, передается вам ветер от этих чертополохов? Вот мне прямо передается. Настолько нежно любимая мной работа. Ну вот я могу вам еще воду показать, телеприсутствующую. Такая она. Мне кажется, вода хуже, чем чертополох. Чертополох какой-то такой беспомощный, такой трогательный. А вот вода какая-то она проще. Значит, там движение буйка передается на вот эту вот инсталляцию. Сейчас. Ой, что-то не хочет открываться. Ой, я не то сделала. В общем, довольно понятно, что происходит. Вот есть некоторая фактура, которая передает движение воды. И, собственно, вот по-прежнему самым радикальным, одним из самых радикальных оказываются все же эксперименты с телом Стелларка. Его представление, вот то, о чем мы говорили про микророботов, фрактальная плоть. Вот он разделяет тело на сегменты, и этими сегментами манипулируют фрагменты роботической инсталляции. И здесь это не человек, который управляет телом художника и роботической инсталляции, а активность в интернете, на 30 сайтах интернета. Видите, это древняя работа 95-го года. И, наверное, вот я закончу эволюцией, такой вот коэволюцией, третьей, казалось бы, ненужной руки Стелларка с человеком. И перейду к вашему уже технооптимизму. Вот робот, который помогает человеку, пусть в совершенно бесполезном занятии. А в каком бесполезном занятии еще раз? А вот что тут полезного? Зачем вообще человеку третья рука? Как? Нужна? Нет, ну эта рука явно не очень полезная у Стелларка. Не зря приспособление для пайки называется третья рука, потому что человеку иногда не помешала бы третья рука. Ну подожди, ну представь себе, что он этой рукой еще может делать. Ну вот что в ней полезного в этой руке? То есть это, мне кажется, все-таки какая-то фантазия у тела человека, что не обязательно быть роботической инсталляцией протезом, а роботическая инсталляция может быть вот таким экзоскелетом, таким вот каким-то расширением такой фантазии человека о себе, каком-то другом, таком трансгуманистическом себе. Ну и вот Стелларк еще в 80-х говорит о том, что весь человек не умрет, только могут его системы жизнеобеспечения быть отключены от электричества. Он может быть поделен при помощи этих принципов фрактальной плоти, но такие роботические части. Да, спасибо. Об этом я и далее хотел поговорить, потому что время, в которое мы живем, ставит довольно большие вопросы по поводу того, что такое природа вообще, что такое человек, что такое робот. И вот эта вот разница между этими понятиями. И я бы даже сказал тренд, да, то есть сначала роботы начали походить на… Все люди хотели, чтобы роботы походили на машин, да, а теперь вот то, что появилось у нас с помощью того, что мы хотели, чтобы походило на человека, но не до человека еще стало, да, это является новым трендом. Ну не знаю, как объяснить, наверное, как в электронной музыке, да, когда люди создавали первые драм-машинки и очень хотели, чтобы они походили, собственно, на звук реальных барабанов. Они так и не стали, как бы, походить на звук реальных барабанов, но зато создали новый тренд с хаос-музыкой, с 808-ми и 909-ми роландами, которые все любят до сих пор, да, и с какой-то своей новой эстетикой. Про эту эстетику я сейчас бы хотел поговорить. Как раз ты показала стиларка с его третьей рукой. Да, мы говорим о протезах, которые становятся популярнее. И поэтому вопрос, насколько сейчас машина внедрена непосредственно в человека, и насколько в дальнейшем будет омашинивание самого человека. Ильдар, если сможешь, пожалуйста, пару раз туда-сюда. Ну вообще, раз уж тогда мы сгорели, начну с примера из этой области. Мой старый приятель, художник-пионер арт-ин-сайенс и био-арта Джо Дэвис, он, собственно, обладает пиратской ногой, таким олдовым протезом с такой металлической чашечкой и дальнейшим таким продолжением, как из фильма про пиратов. При этом он является резидентом одновременно конкурирующих двух в Бостоне вузов, Гарварда и MIT. Я на первой встрече говорю, слушай, Джо, ты находишься в самом сердце протезирования, ты можешь заказать себе нейрокибер, как бы просто топовую, какую-то уникальную вещь. Почему железная пиратская культяпка? И он сидит так, закинув эту ногу, говорит, как бы я знакомился с девчонками с этим пластиковым дерьмом. Поэтому эстетизация, как бы вопрос о сексуальности протезирования стоит достаточно остро и любопытно. Я вообще с большой любовью слежу за аккаунтами различных людей, популяризирующих тему каких-то взаимодействия с инклюзивными практиками, с протезированием. Есть куча интересных медийных персон, которые по тем или иным причинам дополнили себя теми или иными протезами. Все это достаточно классно. Как будут меняться наши тела в дальнейшем и что на это повлияет? Не знаю, я бы с удовольствием, конечно, как-то аугментировался и дополнился. Но если бы у тебя действительно была эта интенция, ты бы давно уже сделал, мне кажется. Согласен. Потому что эти все протезы становятся мало того, что популярными, они и легко изготавливаемые. То есть на том же 3D-принтере вы можете изготовить себе какие-то дополнительные, помогающие вам жить, не знаю, там около экзоскелета или какие-то небольшие штуки для поддержания рук, если есть какие-то проблемы. И давай, Макс, да. Маленькая просто. Закончи мысль, пожалуйста. Не, не, ты лучше вставь, я потом… Хорошо, давай. У меня просто мысль такая. Я заметил в некоторых проектах возникают уже, знаете, вот люди с универсальными возможностями. Их еще инвалидами называют, у них нету, да, вот ноги нет у человека, у него протез вместо ноги. Но это уже не инвалиды и не люди с универсальными возможностями сегодня, они… Я заметил такой тренд, что это уже кибер-люди. То есть это люди, у которых, наоборот, у них уже как бы суперсила некая появилась в виде этой суперноги или суперруки. Поэтому вот, ну, может быть, года 4 назад, когда бы я посмотрел на эту картинку с третьей рукой, вот, я бы подумал о том, что, ну, зачем мне третья рука? Сейчас возникает уже такое желание стать таким человеком с универсальными возможностями, но при этом не потерять свои, как бы, стандартные возможности, как человека. Вот такая мысль. Впервые, если честно, слышу вообще определение человека с универсальными возможностями. Интересный заход. Да, я просто хочу сказать, что вчера был в прекрасном торговом центре галереи и проходил мимо, собственно, Найка, магазин Найки, и у них есть реклама, где рисованная реклама анимационная, где у одного из главных героев этой рекламы одна нога из протеза, причем из очень классного. И мне кажется, что это супер, что вот эта роботизация людей, да, вот это дополнительные какие-то штуки, они становятся не в минус какой-то, а в плюс и становятся модной штукой, ну, порк лапа. Но, да, но у меня больше вопрос, наверное, в сторону эстетики роботизации, да, вот, Иван, хотел бы спросить тебя, использование, да, вот как ты относишься к новой эстетике роботов, да, несмотря на то, что вы говорили, что вы роботом пытались показать, что это какой-то танец, да, это хореография, вы роботом пытаетесь показать и смоделировать то, что делал человек, но при этом робот это делает же по-своему как-то, да, и вот это по-своему не станет ли впоследствии каким-то какой-то новой эстетикой, которую там будут все повторять, да, все мы прекрасно знаем, уже есть робот-дэнс или что-то такое, когда люди танцуют и похожи на роботов, да, но перейдет ли, не знаю, это эстетика в какой-нибудь балет или в какую-то обыденную нашу жизнь, не будем ли бы делать какие-то вещи, которые будут похожи на роботов и будем считать, что это нормально. Я уловил вот мысль, которая была до этого про синтезаторы, вот, и я тоже об этом уже достаточно давно думаю, о том, что сначала мы пытаемся сделать что-то очень похожее на человеческую речь, на человеческую пластику, потом понимаем, что у нас ничего не получается и человек все равно интереснее, а потом мы понимаем, что то, что получилось, не идеально, но по-своему красиво и классно. И мне кажется, что здесь все точно так же, что то, что получается в итоге, оно местами корявое, местами странное, но в этом есть своя красота, и главное вовремя отвлечься от мысли того, что ты пытаешься сделать максимально приближенно к чему-то человеческому и посмотреть на это со стороны, как на что-то отдельное, и тогда это становится классно. Иногда просто даже, я думаю, так во всем, не только в работе с техникой, надо вовремя заметить красоту ошибки. То есть иногда какие-то ошибки, связанные с… Вот Дима там сейчас сидит, программирует роботов, что-то доделывает, и у него иногда происходят какие-то странные вещи, когда что-то вдруг идет не так, и вдруг кто-то из нас это видит, и мы кричим, Дима, это надо оставить, потому что это не так, как должно было быть, но оно классно. В музыке то же самое, в принципе. То есть иногда вдруг ты накрутил что-то и предполагаешь, что оно будет звучать так, а потом вдруг бах, и у тебя что-то вылетает, и ты понимаешь, что как сделать, как это повторить, чтобы вот эта вот некрасота уродства, какой-то звука повторить, потому что понимаешь, что это здорово. Да, супер, спасибо за ответ. Как новая эстетика, роботы, мне кажется, развиваются вместе с искусственным интеллектом, и искусственный интеллект – это как часть… Machine Learning, сам по себе термин, и роботизация. Сейчас идут нога в ногу, скажем так, и одно помогает другому, другое помогает одному, и вот как это все совмещается, хотелось бы вот у Алексея спросить по поводу совмещения искусственного интеллекта и вот роботических манипуляторов, которыми вы занимаетесь. Я еще немного хотел дополнить этот вопрос. Вы когда рассказывали про платформу IBM Watson в том числе, почему вы считаете ее роботом тоже, почему она является роботом, как дополнение к вопросу Виктора? Это безусловно робот, потому что это система, которая по определенному алгоритму реализует определенные процессы, только не производственные, как в случае с роботом-манипулятором, а бизнес-процессы, цели которого она создана. Бизнес-процессы, допустим, в медицине, в юриспреденции, есть применение Ватсона, где он лекции читает по философии, но это причем в очень престижных американских университетах и на достаточно хорошем уровне может в философской дискуссии убедить, ну или, по крайней мере, отстоять свою точку зрения со студентами, аспирантами и так далее. Так вот, все-таки переходя к вопросу о искусственном интеллекте, безусловно, сегодня возможности промышленной, сервисной робототехники раскрываются с учетом тех цифровых технологий, которые мы можем совместить с робототехникой. Когда мы начинали внедрять промышленную робототехнику, более 10 лет назад, стоимость программы, программного обеспечения, которая поставлялась производителем робота совместно с роботом, или вообще ничего не стоила, просто вот набор программ поставлялся вместе с роботом, или стоила там до 5% от общей стоимости. Сегодня стоимость программного обеспечения, которая используется вместе с роботом, дороже самого робота. Вот к вопросу о стоимости того, что мы используем сегодня. И если стоимость роботов регулярно падает, стоимость программного обеспечения растет. У нас есть такие клиенты, которые программируют и управляют роботами из одного центра. Там много фабрик по всему миру, и, соответственно, каждый заказ программируется в оффлайн режиме. То есть в онлайне роботы выполняют текущий заказ, а в оффлайне программисты уже программируют, соответственно, будущее. И сегодня в цифровой среде внедряется функционал искусственного интеллекта. Ну вот, к примеру, мы продаем роботов-сварщиков. Вот на любое предприятие промышленное придешь, при входе висит объявление, требуется сварщик. Сварщик – вредная профессия. Сварщики все работают по 8 часов рабочие, сварщики по 7, им дают молоко. Действительно вредно. Очень много несчастных случаев. Люди куда-то полезли в какой-то танк для танкера что-то сварить, наглотали сварочных газов и вплоть до летального исхода. Никто работать с сварщиком не хочет. А требования к сварочному шву все выше и выше. Вот сейчас делают подводные газопроводы, требования к сварке растут. Там в судостроении все больше и больше размеры судов, значит требования к сварке растут. Вот сегодня робот – это мобильное устройство. Соответственно, один оператор на колесиках подвозит такую тележку или на рельсе в какое-то труднодоступное место. Гибкие рельсы, которые на магнитах устанавливаются туда, куда нужно. Робот подъезжает, выполняет сварку, уезжает и в свернутом состоянии, значит готов к тому, чтобы его оператор перевез. Мобильная система работает без сварщика и без программиста. Как таковой программист не нужен. Никакие чертежи туда вводить, никакие управляющие программы не нужно. Робот подъезжает, техническим зрением обследует объект, сам находит место сварного шва, сам выбирает те режимы температурные, как будет горелка сварочная подходить к месту сварки и, соответственно, выполняет сварочный процесс. Один оператор может выполнять работу по тому, чтобы подвести робот и нажать всего одна кнопка управления роботом, зеленая и красная аварийный останов, если надо по какой-то причине прервать работу. А потом он в того места, где прервался, работу возобновит. Вот такая система. И все это сделано в цифровых технологиях, запрограммированное, управляется искусственным интеллектом. И это дает феноменальные возможности, ну вот в частности устранения дефицита тех профессий, на которых сегодня люди работать не хотят. Это перспектива развития промышленной робототехники. Стиральная машина, потому что она тоже взвешивает, может постановиться и продолжить. Все-таки у робота есть какое-то отличие. Да, да. Вот я хотел как раз сказать, что когда мы делали такое решение, вот сварочный робот, ну это робот-манипулятор, там роботы Кука в частности используются, которые управляются под управлением искусственного интеллекта. Задача была создать такую систему, которая бы управлялась не сложнее стиральной машины. Несколько программ задал, и она пошла работать. Но это робот, который сам выбирает программу, причем это не там 3-4 варианта стирки в стиральной машине. Это процесс сварки, это многокритериальная оптимизация нескольких сотен параметров. И ведь на промышленном предприятии есть технологическое бюро, где технологи-сварщики проектируют сварочный процесс, затем, соответственно, программист программирует робота, и только потом выполняется сварка. Вот это все уходит за счет применения искусственного интеллекта. Станок с ЧПУ – это средство автоматизации. Да, 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 это средство автоматизации. Да, да, это средство автоматизации. Просто вариантов перенастройки станка с ЧПУ значительно меньше, чем вариантов перенастройки робота. И поэтому возможности робота гораздо шире. В принципе, робот может выполнять все операции современных станков с ЧПУ. Вопрос там экономической целесообразности этого. Но вот возможности промышленного робота существенно шире. Спасибо, да, Алексей. По мне, так роботу можно назвать и вот эту штуку, которую игрушки вытягивают, знаете, за деньги. Это же как бы тоже робот и отличный робот. Почему бы и нет. Прекрасно, да, да, да. Пуркуапа как бы. Макс, вопрос к тебе. Друзья, только что Алексей сказал по поводу космических стоимостей программного обеспечения. Расскажи-ка, пожалуйста, каким образом вы с помощью, как я понял, 4-way touch designer заставляете робот делать такие вещи, которые бы он не стал делать, даже если на него накатано программное обеспечение в стоимость больше, чем этот сам робот. Окей, но я бы на самом деле, наверное, сначала свою мысль, значит, вот в продолжение Алексея хотел бы… Говори, говори. Да, я вот в голове столкнулся до вопроса. В общем, я тут себе сделал заметку растущей потребности железа в программном обеспечении. Я бы хотел, наверное, сказать вначале о том, что программное обеспечение сейчас оно логично дороже, сложнее гораздо стало. И вот накладывая на свой опыт работы с интерфейсами и вообще с программным обеспечением, в том числе в сфере сельского хозяйства, могу сказать следующее. Уже как бы железо готово, все есть. Есть трактор, который может ездить без водителя, он может собирать, перемалывать, сдавать, увозить. Все это может работать без человека совершенно. Мы можем со спутников анализировать то, как растет культура на поле, в каких местах есть зоны, которые требуют особого внимания. Мы можем уже точно знать, куда мы едем в огромном поле, посмотреть, что за проблема. Но огромная проблема заключается сейчас как раз с программным обеспечением. И я думаю, во многом его стоимость в том числе и из-за этого очень высокая. Из-за того, что его стало сложнее разрабатывать, и из-за того, что как бы железо уже есть, осталось научить это железо правильно работать. А переходя к вопросу по поводу тач-дизайнера и 4-вид, но это приложения, которые могут прямо сейчас без каких-то дополнительных операций по компилированию программного кода, это когда вы собираете код, компилить его, он какое-то время собирается в штуковину, которая позже запускается, выполняет свою задачу, вы можете в тач-дизайне и 4-вид работать с этим без необходимости это компилировать. Вы можете это делать вот в реальном времени. Так каким образом это происходит? Как вы к этому дошли? И что поспособствовало этому? Больше, мне кажется, технической стороны хотелось бы мне. А что тебе конкретно с технической стороны? О управлении непосредственно. Как с роботом? Вы понимаете, что есть программное обеспечение, в которое как бы долго собирается, тестируется, и потом как будто ты запускаешь и можешь только там определенные штуки делать, а вы все это делаете в реал-тайме. Да. Каким образом? Каким образом? Ну вот конкретно эту задачу. Нет, вопрос, вопрос также еще с безопасностью, да, связанным. То есть грубо говоря, да, вы там в реал-тайме какие-то штуки делаете, каким образом этот непосредственно робот не убивает там кого-то, каким образом этот робот обеспечивает именно те действия, которые ему необходимы без предварительной компиляции. Как вы добились того, собственно говоря, с чем работаете за, ну как бы, как я понимаю, не самые большие финансовые вложения? Да, это, ну мы эти эксперименты, когда речь идет о продакшене, все равно проводим вначале в вакууме, в неком, в программном обеспечении, потом переносим как готовый работающий программный код на робота, потому что если вы будете прям по-живому это включать, то это может привести к тому, что робот в каком-то положении может внезапно оказаться неудобным, пробить пол, там задеть какую-то колонну рядом, например, но мы обеспечиваем безопасность, создавая контур безопасности. так называемые, просто чтобы люди не могли туда попасть внутрь зоны действия робота. Да, и как бы следующий вопрос, как ты сам понимаешь. Я видел работы ваши, где люди попадали абсолютно случайно, видимо, в этот контур работы. Нет, это специально. Окей. Роботы, можно я задам вопрос, пожалуйста? Я понял вопрос. Давай, хорошо. Я хотел бы заметить, что не ты один тут сидишь. Спасибо большое. И, собственно говоря, к вам случайно абсолютно попадали какие-то люди в это поле, и вы им чистили зубы, кормили этих людей с ложки, с помощью робота. Хотелось бы уточнить, как такое получилось, и по поводу безопасности, насколько это было безопасно, и сами люди не испытали ли они шок какого-то. Спасибо. Ну вот есть разные проекты. Например, тот, который ты сейчас вспомянул, а это тот самый проект, собственно, из которого сегодняшний проект появился идеологический. Там подготовлены люди участвовали, которые… Это многократное количество репетиций на маленьких скоростях вначале, потом с тематической… Когда мы говорим о экспериментах уже, которые были с роботами, с какими-то странными движениями, то здесь все это происходило в ручном режиме. Управление роботом в ручном режиме. То есть вы, пока вы держите кнопку передвижения робота, он работает. Вы ее отпускаете, и все это на очень маленьких скоростях происходит. Понятно. То есть совершенно безопасно для… Безопасно и безотходное производство. Безопасно, да. Да, 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 прекрасно. Вот я также хотел перейти к образовательной части, и каким образом устроена сейчас вся история, именно связанная с тем, как простых людей, которые, вот как Макс, там, пять лет назад, очень захотелось ему поработать именно с роботами, обучают и что для этого делают. И я хотел бы, чтобы вот Эльдар рассказал немного о своем опыте. Как я знаю, у него есть студенты и были, и еще, надеюсь, будут. И некоторым из них… У вас как раз был небольшой опыт работы с роботом. Да, здесь еще классно Андрей сидит в аудитории представителя образовательного центра «Фанук», который был, собственно, партнером моего образовательного проекта «Интерактивная школа», где мы учились управлять роботами из тач-дизайнера. Там, в общем, мы поставили такую интересную задачу. Я исхожу из той точки зрения, что образовательные задачи должны быть на уровне актуальных в индустрии задач сегодня. Тогда студенты будут чувствовать, что они занимаются не какой-то учебной штучкой, а чем-то действительно актуальным. И наша задача была научиться из виртуальной реальности управлять настоящим роботом. И Андрей как раз-таки помогал со стороны программирования робота. То есть в чем суть вот этих экспериментов? Она заключается в том, что вы создаете некоторый контроллер, который передает управляющий сигнал в робота, а программное обеспечение в роботе следит за тем, чтобы несмотря на то, что эти данные могут прийти в каком-то неподобающем виде или попытаться заставить робота пробить пол, чтобы этого не произошло. То есть все контуры безопасности настраиваются на стороне робота, чтобы он не двигался слишком быстро, чтобы он не двигался за определенные пределы и так далее, и так далее, и так далее по безопасности. Вот. А, соответственно, касательно дальнейших каких-то образовательных проектов, я сейчас очень сосредоточен на каких-то мультидисциплинарных больших штуках, когда над решением одной задачи работает множество людей с различными бэкграундами в плане образования, с различного возраста, страны, там, происхождения, пола и так далее, чтобы обеспечить возможность, вот есть такой термин интуитивная прозорливость, серендипити по-английски. Это некоторое случайное стечение обстоятельств, которые приводят к какому-то открытию классному. Вот. Когда вот в одной точке прикладного решения, какой-то прикладной задачи сталкиваются люди, умеющие работать с технологиями, знающие концептуальное поле, к которому принадлежит эта задача, люди вообще не знакомые ни с тем, ни с другим, но умеющие что-то другое, вот как-то вот вместе получается иногда найти какие-то очень классные, интересные решения, и за это я люблю как раз образовательные проекты, потому что они всегда для меня тоже образовательные. Я столько всего узнаю от студентов, это просто невероятно. Да, безопасность – это очень интересно. Мы как раз уже с Андреем успели тоже пообщаться, что я вот сейчас сам думаю над одним небезопасным творческим проектом и пытаюсь понять, как его сделать безопасным, как вот использовать там обученных людей, которые не будут делать лишних движений. Понятно, спасибо большое. Вообще у нас есть же еще классные университеты, которые всем этим занимаются, потому что мои образовательные практики, они такие экспериментальные, так скажем, но есть куча мест, тот же Политех или ИТМО, где все это поставлено на более традиционный поток. Но с ними интересно коллаборировать. Может быть, приведешь примеры, были какие-то коллаборации, я просто не особо слышал. В плане робототехники нет, но я могу сказать, что пока что не было. Единственное, что в ИТМО сейчас, где я преподаю в том числе, там ввели такой вид дипломных проектов, которые называются, не помню точные формулировки, в общем, творческая работа как диплом. И там вот студент, вот, ну робототехник студент, у него очень классный проект, мне нравится, который сейчас собирает геодезическую сферу, да. Я прям, ну, я понимаю, что с точки зрения искусства… Да, приходите на открытие выставки в галерею Айр Этмо. Вот, там как раз… А когда будет? 23? 27. 27 мая. Совсем скоро. Отлично. В общем, ну вот в области искусственного интеллекта я видел больше таких штук, потому что зачастую вот моя коллега Лена Неканоли, которая обучает машинному обучению в искусстве, она говорит, что ей гораздо интереснее и продуктивнее бывает работать со студентами IT, чем со студентами художественных каких-то вузов и специальностей, потому что у студентов, которые занимаются работой непосредственно как бы с материалом, работают с моделями, кодом, рождаются более радикальные интересные идеи, хотя казалось бы, чем у студентов, которые занимаются искусством. По-моему, это довольно закономерно, потому что ребята имеют как бы палитру, с которой работали и красили забор, а теперь как бы из этой палитры им предлагают сделать что-то абстрактное. И скорее, мне кажется, но это закономерная история, нежели чем. И тут мы переходим к вопросу, может ли машина стать художником, создать шедевр? Ну, эти вопросы мы чуть попозже обсудим, я пока что про образование хочу поговорить, чтобы люди создавали такие машины, которые могли бы стать художниками. И вопрос к Алексею, потому что я знаю, что вы тоже как… У вас есть образовательный центр, и каким образом вы образовываете людей там, что вы конкретно преподаете, какие дисциплины, есть ли у вас, не знаю, возможности поработать с роботами какие-то. Расскажите, пожалуйста, нам об этом. Да, у нас, на мой взгляд, очень интересный инновационно-образовательный центр. У нас много роботов, вот два из которых сегодня сюда приехали. И, соответственно, у нас достаточно широкая гамма-программа, по которой мы проводим повышение квалификации. Соответственно, у нас есть стандартные программы, где можно прийти и научиться основам работы по промышленной робототехнике. У нас есть программы по цифровым технологиям программирования, управления робототехникой, самое современное программное обеспечение. У нас есть сертификационные программы для того, чтобы стать профессионалом по ряду конкретных брендов роботов, с которыми мы работаем, в частности, там, Кука, Refink Robotics и некоторые другие. У нас есть очень интересные программы, которые все то, что нам необходимо для робототехники, также изучают. Это системы промышленной безопасности, об этом много. Соответственно, уже упоминалось сегодня захваты, потому что на конце робота какое-то захватное устройство, какая-то оснастка, какой-то механизм, который берет, перемещает, сваривает, режет и так далее. Вот по этому виду оборудования и прочее. В том числе есть программы по маркетингу, по экономике, по оценке экономической эффективности применения робототехники в различных сферах деятельности. Да, Алексей, извините, а где это все находится? Петроградская набережная 22. Вот там наш, соответственно, центр. Приглашаю всех в гости. Вот, соответственно, там, вот в нашем инновационном центре есть и роботы, которые рисуют. Вот мы, кстати говоря, с точки зрения популяризации, каждый сентябрь проводим российскую неделю роботизации. В сентябре, с 20, по-моему, сентября целая неделя, два дня форума по различным аспектам внедрения робототехники, соревнования. В университете ГУАП проводятся соревнования по мобильной робототехнике, а в Малоохтинском колледже по промышленной робототехнике в эту неделю. Вот в прошлой как раз неделе роботизации мы делали робот-художник, который рисовал портрет. Можно было подойти, робот тебя сфотографирует и нарисует такой графический портрет. Очень красиво, соответственно, получалось. Вот у нас, вот если говорить о художественных таких, о промышленных я оставлю в стороне. Кому интересно, это отдельная там тематика, чему можно научить в промышленности. Ну а вот с точки зрения художественных задач и таких, соответственно, задач, связанных с какими-то сферами такого искусства. У нас также есть опыт программирования робота, который там на пианино играет. Соответственно, робот, который делает коктейли и, соответственно, разливает такие напитки и так далее. Так что вот приглашаю всех. Спасибо, да. Я думаю, что аудитории интересно здесь учиться. Поэтому, да, приходите. Приходите. Приходите в AirPro учиться. Макс, ты тоже, я тебя тоже замучаю вопросом про образование, потому что у Макс все очень классно. Есть телеграм-канал, который называется, как? Sense Crowd. Да, где вы? Да, где у нас несколько направлений активности есть. Это одно из них комьюнити, где вы можете просто прийти из сферы медиа, архитектуры, дизайна, найти себе людей, которые помогут реализовать ваш проект или найти тех, кто придет к вам за этим проектом. Да, в частности, да, это образовательный. Я вот тебя хотел спросить как раз именно про то, что вы занимаете в плане образования. Мы сейчас собираем группу. Мы столкнулись с тем, что у нас достаточно большое количество заявок на проекты, проектов. Мы в какую-то такую активную фазу переходим с съемок на роботах промышленных. И мы поняли, что нам нужно людей, которые будут нам помогать учить. То есть это потребность, которая естественным образом у нас возникла. И мы сейчас собрали уже первую группу. В июне мы запускаем этот образовательный проект. Пока он у нас в пилотном режиме, в тестовом, в таком бесплатном для участников. Соответственно, с стажировкой на наших проектах. Но мы будем и следующие группы собирать. Я думаю, это будет июль, август. Думаю, вот на этом месте нужно ориентироваться. Можно подключиться. И в целом мы точно так же приглашаем к нам на флакон в Москву, в дизайн-завод. Приходите. И здесь как бы… Тут больше даже зависит от вас. То есть мы как бы не будем вас под какие-то регламенты подгонять. Если вам интересно, попробовать сделать какие-то свои проекты. Или что-нибудь создать с роботом, с использованием пространства. Это могут быть в том числе и ваши образовательные активности, и ваши, Алексей. Мы будем рады всех разместить. И вот мы сейчас, например, с Вышкой занимаемся как раз проектами, тоже связанными с роботами у нас образовательные и музыкальные. Это уже не с роботом, просто на территории. Будем рады всем. Да, спасибо большое. Да, Таташ. Ну вот тоже есть здесь, в Петербурге, программа ИТМО «Наука и искусство». И у нас есть три направления. Одно из которых биоарт, другое — цифровое искусство, а третье, собственно, робототехника. И тоже планируется работа с роботами-манипуляторами, которые есть в ИТМО, и с разного вида дронами, которые тоже есть в ИТМО. И, кажется, можно что-нибудь делать вместе. Да, давайте что-нибудь делать вместе. У нас галерея классная есть. Супер. Ну вот. Супер, да, что люди на конференции находят друг друга. Но помимо нашего нахождения друг друга, хотелось бы… У нас остается буквально там 10-12 минут до окончания нашего прекрасного круглого стола. Хотелось бы спросить зал, есть ли вопросы какие-то к кому-то, какие-то области. Может быть, вы хотите, чтобы были освещены чуть более. И, собственно, если есть вопросы, то поднимайте. Да, пожалуйста. Вопрос к Максу. Как покупать к вам на программу? И какие у вас требования к кандидатам, которых вы набираете? У нас требования к кандидатам – это просто ваш девайс, устройство. Это, может быть, компьютер под управлением Mac, на который мы поможем вам поставить Windows, или компьютер под управлением Windows. Как попасть? Я не знаю, где… Ну, я могу поделиться ссылкой, просто я не знаю, как это сделать сейчас. Где-то, может быть, есть… Ну, в общем, есть телеграм-канал Sense Crowd. Кому интересно, можете к Максиму подойти, он тут живой. Он может как бы вбить в телефон, либо познакомиться, добавить. Да, он как бы может много чего делать. Вот, и, собственно, каких-то требований мы не выставляем высоких. Мы достаточно давно уже тоже в образовании как бы находимся, и также сторонниками являемся практического обучения. Поэтому у нас вот… Виктор, зовут молодого человека, присоединился к нашему образовательному проекту, одним из первых на флаконе. Он делает уже завтра проект, и он не знал буквально месяц назад, что такое Ethernet. Вот, но теперь он уже может роботом управлять. Поэтому, как бы, я думаю, что никаких ограничений не будет. Ну, только безопасность. Вот, это самое важное, пожалуй, чтобы ни в коем случае робот никакого вреда человеку не причинил. Мы очень беспокоимся об этом. Ну, вот, я думаю, к формату онлайн мы подготовимся, будем, постараемся записывать лекции, чтобы можно было уже, ну, не повторяясь, делиться этими знаниями, но пилотная вот группа, она набирается в оффлайне сейчас, чтобы можно было максимально все аспекты, потому что для нас это тоже такой тест, вот, который хотелось бы вот провести, учитывая все. Да, спасибо большое, Макс, очень классная реклама по поводу, там, вашего первого проекта, что реально за месяц при желании можно освоить основы работы непосредственно с манипулятором. Ну, причем это был проект не самый тривиальный, там, ну, вот, это вот завтра у него будет проект, а предыдущий проект, на котором уже наш студент успешно себя показал, это как раз моушн-контроль, когда камера с замедленной съемкой вокруг гостей ездила, снимала, и там нужно было несколько проходок запрограммировать как раз и управление, которыми осуществлялась планшета, вот, то есть там достаточно серьезная подготовка со стороны Димы как раз была этого человека, вот. Да, но без Димы, похоже, ничего не проходит, кроме нашего круглого стола. Вот, да, будем ожидать появления его на последующей дискуссии, которая еще будет после, получается, концерта. Да, еще я вижу вопросы из зала, пожалуйста, возьмите микрофон. Да, спасибо, у меня нисколько вопросов, я сколько хотел отреагировать. Мне удивила позиция Натальи, которая говорит, что третья рука не нужна. Ну, вообще есть такое известное выражение, да, рук не хватает, да, и тем более есть тогда постоянно страсть к тому, что к третьему глазу у человека. Мне вообще хотелось услышать, даже не сколько это, а вообще, ну, не разговор о том, что вот робот как человек, а робот – это то, что вот человеку не хватает, и вот он дает возможность что-то еще получить от жизни. Это, ну, это, может, просто реакция, а не вопрос. Я на самом деле хотела сказать, что именно вот эта конкретная рука не выполняет каких-то практических функций, и скорее выполняет функции создания некого арт-проекта. И, в общем-то, для стеларка исследования робототехники это такой вот, ну, такой вот трансгуманистский проект. То есть это он так к смерти готовится, мне кажется, вот что-то такое. Вот это потому, что программное обеспечение дорогое, поэтому оно не выполняет. Железка есть, а программного обеспечения нет. Все должны идти к Максу. Да, я думаю, если вопросов нет, у нас уже тайминг. Если кто-то еще хотел сказать что-то, то, пожалуйста. Если нет, то я благодарю. Да, еще вопрос, пожалуйста. Спасибо большое за конференцию. Очень интересно послушать мнение. Я небольшой опыт имею по работе с роботами. И у меня вопрос такого, наверное, характера. Возможно ли обесценивание ремесла человека? Ну, то есть человек, который немножко фанат своего дела, и та профессия, которая находится под угрозой автоматизации, его профессия может быть обесценена. И второй вопрос по поводу искусственного интеллекта. Зачастую, наверное, это больше мое мнение похоже на отцифрованный опыт и принятие решения на основе этого отцифрованного опыта. Возможно ли отцифровать творчество? И надо ли? Я бы так коротко ответил, раз уж у меня микрофон в руках, что мне кажется, все-таки места хватит всем. Творчество можно отцифровать и не отцифровывать. Очень большой мир, очень много людей, много разных вещей можно делать. Ильдар, может, скажешь пару ласковых? Ну, про обесценивание. Я вот как, если вот другие, в общем, как художник, во всяком случае, я полностью за то, чтобы машина обесценила мой труд и вынудила меня найти себя как художника в настоящих условиях, как бы, и выпихнула меня за границы того, чем творчество является сейчас, и заставила, как бы, найти, чем человек-художник является, когда машина научилась то делать, чем искусство было раньше. Я только за. Вот у меня прикольная аналогия, как мне кажется, появилась. Знаете, вот очень много зависит от инструмента. И чем удобнее и круче инструмент, тем больше вы можете думать о том, что вы делаете, и чем быстрее, соответственно, это развивать. Если вы будете кривым, косым молотком забивать гвозди, это будет не очень удобно, опасно, вы будете думать о безопасности, о том, чтобы не сломать все пальцы, попасть по гвоздю. А если это будет специальное устройство, которое просто прибивает в стены эти гвозди, грубо говоря, то тут уже совершенно другая будет история. Есть более понятный современному человеку пример. Все сталкивались с работой над документом, когда у вас плохое интернет-посоединение, еще клавиши западают на клавиатуре. Инструмент – это важно, очень важно. Вот, коллеги, хочу привести пример по поводу обесценивания труда. Ну, со временем в эволюции профессиональной очень много изменений в труде. Вот недалее, как, ну, наверное, лет 15 назад на каждом промышленном предприятии крупном были отделы машинописи, и были машинистки, которые сидели на печатных машинках, набивали тексты. С появлением персональных компьютеров этой профессии не стало, вот просто не стало, да. И, ну, ничего страшного, эти люди все нашли себе другую профессию с одной стороны, а с другой стороны, вот этот труд, который, ну, сегодня просто понимаем мы, что он не нужен, он ушел, и промышленная робототехника может заменить очень много рутинного, очень много опасного труда, а люди найдут себе другие сферы применения своего труда, интеллекта и так далее. Так что я думаю, что в этом ничего страшного, это, ну, стандартный путь эволюции. Да, отвечая на вопрос, просто, наверное, немножко вопрос был в сторону того, что есть фанаты своего дела, которые делают какое-то ремесло, которое какое-то более креативное, скажем так, ремесло, а не вбивание просто определенных слов, может быть, в печать, да, и мне кажется, что у нас же приходит, если что-то у нас уходит, да, ну, что-то новое приходит, да, там пришли компьютеры, появились там 3D-программы для моделирования, 2D-программы для моделирования, сейчас мы работали с real-time, еще что-то. Ну, то есть всегда что-то, когда уходит, всегда что-то и приходит, но и некоторый труд, конечно, может, будет вымещаться, но мне кажется, что это постепенная эволюция будет, какая-то профессия, вот и все. Да, Макс? Ну, вот у меня есть просто тоже такой, наверное, более сложный пример, чем с молотком, это про интерфейс. То есть если мы возьмем дизайнера, который в России создает интерфейсы, то он начинал это делать в фотошопе, там, типа, 8 лет назад. Вот, в какой-то момент начали появляться такие инструменты, как скетч и фигма, которые позволяют вам уже максимально приблизиться к тому, что вы увидите в устройстве. И следующий шаг, это когда уже вот эта сложная часть по программированию будет автоматизирована этими инструментами. И, ну, соответственно, это гораздо старый интерфейс, правильно? Что ты только подумал об этом, и у тебя сразу же на мониторе как бы… Ну, это, не знаю, это, наверное, надо какие-то конкретные кейсы рассматривать. Вот, но в целом мысль… Завяжем все это лучше, как Deep Dream, петлей обратной связи, и машина будет галлюцинировать кодом, как бы, и вы сама его выполнять вот так. Отлично, отлично. Новая дизайн-эстетика, дизайн 5.0 будет. Да, класс. Вот. У нас закончилось время. Я благодарю всех, кто поучаствовал в этой прекрасной конференции. По-моему, вышло довольно интересно. Мы ожидаем вас сегодня в 7.30 на суперпремьере Стравинский весна. В дальнейшем конференция будет продолжаться каждый день на спектакле. Перед конференцией у нас будет питчинг различных новых проектов, еще нереализованных и уже реализованных проектов. Ребята будут рассказывать о том, каким образом они создавали эти проекты и их реализовывали. А эксперты, соответственно, Макс и ребята, которые сделали Стравинский весна, во главе со мной будут эти проекты обсуждать, советуют что-то, куда, в какую сторону пойти, размышлять над этими проектами и думать о том, что будет дальше. Также реализованы сейчас воркшопы. Я не помню, запись закрыта или нет. Макс, не можешь мне подсказать? Да, сделаны воркшопы в понедельник и вторник с 3 часов дня. Также будет воркшоп по работе с роботом. Если вам интересно, можете уточнить этот вопрос. По-моему, места еще остались, поучаствовать там. И ждем еще раз на Стравинске весна. Всем спасибо, всего хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...